иностранка одиноким русским женщинам в америке с любовью грустью и надеждой 108 улица в нашем районе произошла такая история маруся татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца рафаэля года два колебалась а потом наконец сделала выбор хотя если разобраться то выбирать маруси было практически не из чего вся наша улица переживала как будут развиваться события ведь мы к таким делам относимся серьезно ну это 6 кирпичных зданий вокруг супермаркета населенных преимущественно русскими то есть недавними советскими гражданами или как пишут газеты иммигрантами третьей волны наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги чуть север не миду озера южнее квинс бульвар а мы пошли день 108 улица наша центральная магистраль у нас есть русские магазины детские сады фото отелье и парикмахерские есть русское бюро путешествий есть русские адвокаты писатели врачи и торговцы недвижимостью есть русские гангстеры сумасшедшие и проститутки есть даже русский слепой музыкант местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев если мы слышим английскую речь то настраиваемся в таких случаях мы убедительно просим говорить и по-русски в результате одни и жители заговорили по нашему китайцы закусочный приветствует меня доброе утро солженицын у него получается в салазе миса к американцам мы испытываем сложные чувства даже не знаю чего в нем больше снисходительность или благоговение мы жалеем как неразумных беспечных детей однако то и дело повторяем мне сказал один американец мы произносим эту фразу с интонацией решающего убийственного аргумента например мне сказал один американец что никотин приносит вред здоровью и душные американцы в основном немецкие евреи третья миграция за редким исключением еврейская так что найти общий язык довольно просто то и дело местные жители спрашивают вы из россии вы говорите на видишь помимо евреев нашем районе живут корейцы индусы арабы чернокожих у нас сравнительно мало латиноамериканцев больше для нас это загадочные люди с транзисторами мы их не знаем однако на всякий случай презираем и боимся косая фрида выражает недовольство ехали бы свою паршивую африку сама рида фрида родом из города шклова жить предпочитает в нью-йорке если хотите познакомиться с нашим районом то встаньте около канцелярского магазина это на перекрестке 108 и 64 приходите как можно раньше вот разъезжаются наши таксисты лёва баранов перцович и селевской все они коренастые хмурые решительные лёва баранова за 60 он бывший художник молотовист в начале своей карьеры лёва рисовал исключительно молотова его работы экспонировались в бесчисленных домоуправлениях поликлиниках мест комах даже на стенах бывших церквей баранов до тонкости изучил наружность этого министра с лицом квалифицированного рабочего на паре рисовал молотова за десять секунд причем рисовал с завязанными глазами потом молотова сняли лёва пытался рисовать хрущева но тщетно черты зажиточного крестьянина оказались ему не по силам такая же история произошла с брежневым физиономия оперного певца не давалось баранову и тогда лёва с горя превратился в абстракциониста стал рисовать цветные пятна линии и завитушки к тому же начал пить и дебоширить соседи жаловались на лёву участковому милиционеру я дебоширит занимается каким-то абстрактным цинизмом в результате лёва эмигрировал сел за баранку и успокоился свободные минуты он изображает рейгана на лошади если левский был в киеве преподавателем марксизма защитил кандидатскую диссертацию готовился стать доктором наук как-то раз он познакомился с болгарским ученым тот пригласил его на конференцию в софию однако визы если левскому не дали видимо не хотели посылать за границу еврея веселевского первый раз в жизни испортил от настроения он сказал ах вот как тогда я уеду в америку и уехал на западе веселевский окончательно разочаровался в марксизме начал публиковать в эмигрантских газетах запальчивые статьи но затем он разочаровался и в эмигрантских газетах ему оставалось только сесть за баранку что касается перцовича то он и в москве был шофером таким образом жизни его мало что изменилось правда зарабатывать он стал гораздо больше да и такси здесь у него было собственное вот идет хозяин фотоательей всей рубинчик 9 лет назад он купил свое предприятие с тех пор выплачивает долги оставшиеся деньги уходят на приобретение современной техники десятый год и все питается макаронами десятый год таскает он армейские ботинки на литой резине десятый год его жена мечтает побывать в кино десятый год и все утешает жену мыслью о том что бизнес останется сыну долги к этому времени будут выплачены зато напоминаю ему появится более современная техника вот спешит за утренней газетой начинающий издатель фима друкер в ленинграде он считался знаменитым библиофилом целыми днями пропадал на книжном рынке собрал 6 тысяч редких даже уникальных книг в америке фима решил стать издателем ему не терпелось вернуть русской литературе забытые шедевры стихи олейникова и хармса прозу добычина агеева комаровского друкер пошел работать уборщиком в торговый центр жена его стала медсестрой за год им удалось скопить 4 тысячи долларов на эти деньги фима снял уютный офис заказал голубоватые фирменные бланки авторучки и визитные карточки нанял секретаршу между прочим внучку эренбурга свое предприятие он назвал русская книга друкер познакомился с видными американскими филологами романом лекобсоном маум стедом эдвардом брауном если роман лекобсон упоминал малоизвестное стихотворение цветаевой фима торопился добавить ремонах мосты 30-й год страница 264 филологи любили его за эрудицию и бескорыстие фима посещал симпозиумные конференции беседовал в кулуарах жоржем него оттенбергом и ранитом переписывался с верой набоковой бережно хранил полученные от нее телеграммы решительно возражаю категорически не согласно условия считаю неприемлемыми и так далее он заказал себе резиновую печать и фильм г друкер издатели далее эмблема заложенный гусиным пером фолиант и адрес на этом деньги кончились друкер обратился к михаилу барышникову барышников дал ему полторы тысячи и хороший совет выучиться на массажиста друкер пренебрег советом и уехал на конференцию ванхерст там он познакомился с вейдлей карвинским поразил их своими знаниями напомнил двум ученым старикам множество забытых имя публикаций на обратном пути друкер заехал к юрию и васку неделю жил у старого поэта беседуя о вагинове и добычине частности о том кто из них был гомосексуалистом и снова деньги кончились тогда фима продал часть своей уникальной библиотеки на вырученные деньги он переиздал сочинение фехтвангера еврей зюз был странный выбор для издательства под названием русская книга фима предполагал что еврейская тема заинтересует нашу иммиграцию книга вышла с единственной опечаткой на обложке была крупно выведена фехт вагнер продавался на довольно вяло дома не было свободы зато имелись читатели здесь свободы хватало на читатели отсутствовали жена друкера тем временем подала на развод фима перебрался в офис помещение было уставлено коробками с евреем зюсом фима спал на этих коробках дарил еврея зюса многочисленным приятелям расплачивался книгами с внучкой эренбурга пытался обменять их в русском магазине на колбасу самое удивительное что все кроме жены его любили вот раскладывает свой товар хозяин магазина днепр зяма пивоваров в союзе зяма был юристом в америке с первых же дней работал грузчиком на базе затем перешел разнорабочим в овощную лавку и через год эту лавку купил отныне ее снабжала товарами знаменитая фирма дэм шей разин здесь продавалось вологодское масло рижские шпроты грузинский чай украинская колбаса здесь можно было купить янтарное ожерелье электрический самовар деревянную матрешку и пластинку шаляпина трудился зяма чуть ли не круглые сутки это было редкостное единение мечты с действительностью поразительная адекватность желаний и возможностей недосягаемое тождество усилий и результатов зяма кажется мне абсолютно счастливым человеком продовольствие его стихии его биологическая среда зяма соответствует деликатесные лавки как наполеон аустралицу среди деликатесов зяма также органичен как моцарт на премьере волшебной флейты многие в нашем районе его должники около рыбного магазина гуляет с дворнягой публицист зарецкий он гимнастическом костюме со штрипками высина прикрыта целлофановым мешком союзе зарецкий был известен популярными монографиями о деятелях культуры параллельно в сам издате циркулировали его анонимные исследования в частности объемистая неоконченная книга секс при тоталитаризме там говорилось что 90 процентов советских женщин флеги вскоре карательные органы идентифицировали зарецкого ему пришлось уехать на таможне он сделал историческое заявление не я покидаю россию эта россия покидает меня всех провожавших он спрашивал академик сахаров здесь за минуту до посадки он решительно направился к газону хотел увезти на чужбину горсточку русской земли полиционеры прогнали его с газона когда зарецкий воскликнул я уношу россию на подошвах сапог америки зарецкий стал учителем он всех учил евреев православию славян иудаизму американских контрразведчиков бдительности всеми силами он боролся за демократию он говорил демократию надо внедрять любыми средствами вплоть до атомной бомбы как известно чтобы быть услышанным в америке надо говорить тихо зарецкий об этом не догадывался он на всех кричал зарецкий кричал на работников социального обеспечения на редактора ежедневной эмигрантской газеты на медсестер в больнице он кричал даже на тараканов в результате его перестали слушать тем не менее он посещал все эмигрантские сборища и кричал он кричал что западная демократия под угрозой что джеральдин ферраро советская шпионка что американская литература не существует что в супермаркетах продается искусственное мясо что гарлем надо разбомбить а вэлфер увеличить зарецкий был профессиональным разрушителем инстинкт разрушения приобретал в нем масштабы творческой страсти в его руках немедленно ломались часы магнитофоны фотоаппараты выходили из строя калькуляторы электробритвы зажигалки зарецкий поломал железный турникет в сабвеи его телом надолго заклинило вертящиеся двери сити-холла встречая знакомого он говорил что происходит милейший ваша жена физически опустилась сын говорят попал в дурную компанию да и у вас нездоровый румянец пора мой дорогой обратиться к врачу как ни странно зарецкого уважали и побаивались вот появляется отставной диссидент караваев руках у него коричневый пакет сквозь бумагу выступают очертания пивных жестянок на лице караваева сочетание тревоги и энтузиазма союзе он был известным правозащитником продемонстрировал в борьбе с режимом исключительное мужество вот был три лагерных срока семь раз объявлял голодовки оказываясь на воле принимался за старое в молодости караваев написал такую басню дело происходит в зоопарке около клетки спонтеры толпится народ внизу табличка с латинским названием и сведения где обитает чем питается там же указано в неволе размножается плохо тут автор выдерживает паузу и спрашивает а мы после третьего срока караваева отпустили на запад первое время он давал интервью ездил с лекциями учреждал какие-то фонды затем интерес к нему поубавился надо было думать о пропитании английского языка караваев не знал диплома не имел его лагерные профессии грузчика строполя и хлебореза в америке не котировались караваев сотрудничал русских газетах писал он на единственную тему будущее россии причем будущее он различал гораздо яснее чем настоящее с пророками это бывает америка разочаровала караваева ему не хватало здесь советской власти марксизма и карательных органов караваеву не чему было противостоять лагерные болезни давали ему право на инвалидность караваев много пила главное похмелялся благо пивом в нашем районе торгуют круглые сутки таксисты и бизнесмены поглядывали на караваева свысока вот садится за руль шевроле таинственный общественный деятель лемкус союзе лемкус был профессиональным затейником организовывал массовые гуляния оглашал торжественные здравицы в ходе первомайских демонстраций писал юбилейные речи кантаты стихотворные инструкции для автолюбителей подрабатывал в качестве тамады на молодежных свадьбах сочинял цирковые репризы вася что случилось почему ты грустный на моих глазах человек упал в лужу это расстроился еще бы ведь этим человеком был я уехал лемкус в результате политических гонений а гонения свою очередь явились результатом кошмарной нелепости вот как это было лемкус написал контату посвященную 60-летию вооруженных сил исполнялась контата в доме офицеров текст ведущего читал сам лемкус за его спиной расположился духовой оркестр в зале собралось более 600 представителей армии флота динамики транслировали контату по всему городу все шло прекрасно декламируя контату лемкус попеременно натягивал солдатскую фуражку или матросскую бескозырку заключительной части контаты были такие слова и сон наш мирный защищая вы стали тверже чем гранит за это партия родная достойных щедро наградит последнюю фразу лемкус выкрикнул с особой горячностью достойных щедро наградит и в эту минуту ему на голову упал сценический противовес то есть попросту говоря брезентовый мешок килограммов на 12 лемкус потерял сознание зрителям оставались видны лишь стоптанные подошвы его концертных туфель через три секунды в проходах забегали милиционеры еще через три секунды зал был полностью отцеплен лемкуса привели в сознание чтобы немедленно арестовать майор кгб обвинил его в продуманной диверсии майор был уверен что лемкус заранее все рассчитал и подстроил то есть сознательно обрушил мешок на голову ведущему чтобы дискредитировать коммунистическую партию я же самый был ведущим оправдывался лемкус тем более говорил майор короче лемкус подвергся гонениям его лишили права заниматься идеологической работой о другой работе лемкус и не помышлял в конечном счете лемкусу пришлось эмигрировать месяца четыре он работал по специальности организовывал массовые поездки эмигрантов к ниагарскому водопаду выступал тамадой на вармитсвах писал стихи и рифмованные объявления здравится кантаты мне например запомнились такие острочки от кгб всю жизнь страдая мы помним горечь всех обид пускай америка родная нас от врагов предохранит однако платили лемку сумала между тем у него появился второй ребенок и тут его представили баптистом баптисты интересовались третьей эмиграции им нужен был свой человек в эмигрантских кругах они хотели привлечь к себе внимание российских беженцев баптисты оценили лемкуса он был хорошим семьянином не курил и пил умеренно так лемку стал религиозным деятелем возглавил загадочное транс мировое радио в регулярную передачу как узреть бога он стал набожным и печальным то и дело шептал опуская глаза если господу будет угодно фира приготовить на обед телятину нашем районе его упорно считают мошенником вот сворачивает за угол торговец недвижимостью аркаша лерна видно ему что-то понадобилось к завтраку кончить диковинная приправа лернер начинал свою карьеру режиссером белорусского телевидения его жена работала на телестудии виктором лернеры жили дружно и счастливо у них была хорошая квартира две зарплаты сын мешание и автомобиль аркадия лернера считали крепким профессионалом даже пристрастие к замедленным съемкам не могло испортить его телеочерков них грациозно скакали колхозные лошади медленно раскрывались цветы и парили чайки лернера увлекала гармония как таковая его короткометражки считались импрессионистки а кругом бурлила жизнь наполненная социалистическим реализмом за стеной водопроводчик берендеев избивал жену под окнами шумели алкаши директор телестудии был ярко выраженным антисемитом и лернеры решили иммигрировать тем более что в эту пору уезжали многие в том числе и близкие друзья в америке лернер около года пролежал на диване его жена работала продавщицей в александерсе сын посещал еврейскую школу лернер мечтал получить работу на телевидении при этом он был совершенно нетипичным эмигрант не выдавал себя за бывшего лауреата государственных премий не фантазировал относительно своих диссидентских заслуг не утверждал что западное искусство переживает кризис друзья организовали ему встречу с продюсером тот хотел заняться экранизацией русской классики ему был нужен режиссер славянского происхождения встреча состоялась на террасе ресторана blow up вы режиссер спросил американец не думаю ответил лернер то есть за последний год я страшно деградировал но говорят вы были режиссером был вернее числился меня тарифицировали в шестьдесят седьмом году а до этого я работал помощником помощником режиссера дает который бегает за водкой говорят вы были талантливым режиссером талантливым впервые слышу то что я делал меня не удовлетворял окей я занимаюсь экранизациями классики по моему все экранизации дерьмо это комплимент я хотел сказать что предпочел бы оригинальную тему например что-нибудь о природе тут между собеседниками возникла пропасть и увеличивалась в дальнейшем с каждой минуты янке говорил природа не окупается лернер возражал искусство не продается потом они расстались лернер еще месяца три пролежал без движения при этом следует отметить что его финансовые дела шли неплохо видимо лернер обладал каким-то специфическим даром материального благополучия вообще я уверен что не считая богатство качество прирожденной такие же например как цвет волос или допустим музыкальный слух один рождается нищим другой богатым и деньги тут фактически ни при чем можно быть нищим с деньгами и соответственно принцем без единой копейки я встречал богачей среди зэков на особом режиме там же мне впадались бедняки среди высших чинов лагерной администрации бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки бедняков постоянно штрафуют даже за то что их собака оправилась в неположенном месте если бедняк случайно роняет мелочь что деньги обязательно проваливаются в люк а у богатых все наоборот они находят деньги в старых пиджаках выигрывают по лотереи получают наследство дачи от малознакомых родственников их собаки удостаиваются на выставках денежных премий видно лернер родился заведомо состоятельным человеком так что деньги у него вскоре появились сначала его укусил ньюфаундленд принадлежавший местному дантисту лернеру выплатили значительную компенсацию потом лернер разыскал старик который накануне империалистической войны занял у его деда три червонца за 70 лет червонцы превратились несколько тысяч долларов после этого к лернеру обратился знакомый у меня есть какие-то деньги возьми их на хранение если можно не задавая лишних вопросов деньги лернер взял вопросы задавать ленился через неделю знакомого пристрелили в атлантик сити в результате лернер приобрел квартиру за год она втрое подорожала лернер продал ее и купил три других в общем стал торговать недвижимость с дивана он поднимается все реже денег у него становится их больше все больше тратит их лернер с размахом в основном на питание за 12 лет жизни в америке он приобрел единственную книгу заглавие у книги было выразительное а именно как потратить 300 долларов на завтрак после завтрака лернер дремлет отключив телефон даже курить ему лень я чувствую пролог затягивается пора уже нам вернуться к маруси татарович девушка из хорошей семьи марусин отец был генеральным директором производственно-технического комбината звали его федор макарыч мать заведовала крупнейшим в городе пошивочном ателье звали ее галина тимофеевна марусины родители не были карьеристами наоборот они производили впечатления скромных застенчивых и даже беспомощных людей федор макарыч например стеснялся заходить в трамвай побаивался официантов поэтому он ездил в черной горкомовской машине а еду брал из закрытого распределителя галина тимофеевна в свою очередь боялась крика и не могла уволить плохую работницу поэтому увольнениями занимался местком а галина тимофеевна вручала стахановцам награды марусины родители не были созданы для успешной карьеры к этому их вынудили я бы сказал гражданские обстоятельства есть данные гарантирующие любому человеку стремительное номенклатурное восхождение для этого надо обладать четырьмя примитивными качествами надо быть русским партийным способным и трезвым причем необходима именно совокупность всех этих качеств отсутствие любого из них делает всю комбинацию совершенно бессмысленным русский партийный способный алкаш не годится русский партийный и трезвый дурак фигура отживающие беспартийный при всех остальных замечательных качествах не внушает доверия и наконец трезвый способный еврей коммунист это даже меня раздражает марусины родители обладали всеми необходимыми данными они были русские трезвые партийный и если не чересчур способны и то как минимум дисциплинированной поженились они еще до войны двадцати трем годам федор макарыч стал инженером галина тимофеевна работала шеей мотористка затем наступил 38 год конечно это было жуткое время однако не для всех большинство танцевала под жизнерадостную музыку дунаевском кроме того ежегодно понижались цены икра стоила 19 рублей килограмм продавался на на каждом углу конечно невинных людей расстреливали и все же расстрел одного шел на пользу многим другим расстрел каком-нибудь маршала гарантировал повышение 10 его сослуживцев на свободившееся место выдвигали генерала должность этого генерала занимал полковник полковника замещал майор соответственно повышали в званиях капитанов и лейтенантов расстрел одного министра вызывал десяток служебных перемещений причем направленных исключительно вверх толпы низовых бюрократов взбирались по служебной лестнице на заводе где трудился федор макарч арестовали человек 8 среди прочих начальника цеха федор макарч занял его должность на фабрике где работала его жена арестовали бригадира на его место выдвинули галена тимофеевна аресты не прекращались два года за это время федор макарч стал главным технологом небольшого предприятия галена тимофеевна превратилась в заведующий отделом сбыта потом началась война металлургический завод и швейная фабрика были своевременно эвакуированы в новосибирске у федора макарча и галина тимофеевна родилась дочка назвали ее маруси маруси на родители были необходимы в глубоком тылу побывать в окопах им не довелось хотя многие административные работники оказались на фронте лучшие из них погибли а федор макарча и галину тимофеевну повысили в должности кто решится упрекнуть их за это шестидесятому году марусины родители точно утвердились в номенклатуре среднего звена они были руководителями предприятий и депутатами местных советов у них были все соответствующие привилегии громадная квартира дача финская ореховая мебель под окнами у них всегда дежурила служебная машина предприятие которое возглавлял федор макарч считалось образцом в семидесятом году его посетил леонид ильич брежнев и тут федор макарч отличился перед корпусом завода управления был разбит газон обыкновенный газон с указателем ходить по траве воспрещается генеральный секретарь приехал в октябре к этому времени трава пожелтела федор макарч отдал распоряжение покрасить траву и и действительно покрасили для этой цели был использован малярный пульверизатор газон приобрел изумрудную субтропическую окраску приехал брежнев подошел вместе с охраной к заводу управлению кинул кинул взгляд на газон и пошутил значит ходить воспрещается а мы попробуем и брежнев уверенно шагнул на траву все засмеялись начали аплодировать федор макарч от хохота выронил приветственный адрес брежнев обнял федора макарч и сказал показывай орел свое хозяйство с этого момента брежнев покровительствовал татаровичу маруся росла в обеспеченной дружной семье во дворе и окружали послушные и нарядные дети дом в котором они жили принадлежал горкому партии специальные будки дежурил милиционер который немного побаивался жильцов маруся росла счастливой девочкой без комплексов она хорошо училась в школе посещала кружок бальных танцев у нее был рояль цветной телевизор даже собака жизнью состояла из добросовестной учебы плюс невинные здоровые развлечения кино театры музеи занятия физкультурой облегчили ей муки полового созревания окончив школу маруся легко поступила в институт культуры выпускники его как правило заведуют художественной самодеятельностью однако маруся была уверена что найдет себе работу получше допустим где-то на радио или в музыкальном журнале в этом ей могли помочь родители с 13 лет маруся окружали развитые интеллигентные хорошо воспитанные юноши маруся так привыкла к дружбе с ними что редко задумывался любви каждый из окружавших его молодых людей готов был стать верным поклонником каждый поклонник готов был жениться на миловидной стройной и веселой дочери татаровича но вышло совсем по-другому дело в том что маруся полюбила еврея всем у кого было счастливое детство необходимо почаще задумываться о расплате почаще задавать себе вопрос а чем я буду расплачиваться веселый нрав здоровье красота чего мне это будет стоить во что мне обойдется полный комплект любящих состоятельных родителей и вот на девятнадцатом году маруся полюбила еврея с безнадежной фамилией цехновицер сущности еврея это фамилия профессия и облик бытует деликатный тип еврея с нейтральной фамилией ординарной профессии космополитической внешности однако не таков был марусин избранник звали его полностью лазарь рувимович цехновицер он был худой длинноносый курчавый а также учился играть на скрипке мало того как всякий еврей цехновицер был антисоветчиком маруся полюбила его за талант худобу и эрудицию и саркастический юмор марусины родители забеспокоились хотя они не были антисемитами галина тимофеевна неофициальной обстановке любила повторять лучше уж я возьму на работу еврея еврей по крайней мере не запьет к тому же добавлял федор макарыч еврей хоть с головой порует еврею носит производство что-то нужное а русский все что попадется и все-таки марусин и родители забеспокоились тем более что цехновицер казался им сомнительной личностью он каждый вечер слушал западное радио носил дырявые полуботинки и беспрерывно шутил а главное давал маруси идейно незрелые книги бабеля платонова зощенко взять евреи уже трагедия думал федор макарыч но внуки евреи это катастрофа это даже невозможно себе представить федор макарыч решил поговорить с цехновицером он даже хотел с горяча предложить цехновицеру взятку но карина тимофеевна оказалась более мудрой она стала настойчиво приглашать цехновицера в гости окружила его заботой и вниманием одновременно приглашались дети говорова чечебабина линецкого шумейка говаров был маршалом чечебабин академиком живописи линецкий директором фирмы софт-фрахта шумейка инструктором цикан цехновицер в этой компании чувствовал себя изгоем его мать работала трамвайным кондуктором отец погиб на фронте молодежь собиравшаяся у татаровича ездила на юг и в прибалтику хорошо одевалась любила рестораны и театральные премьеры приобретала у спекулянтов джазовые записи цехновицера не было денег за него всегда платила марусь в отместку цехновицер стал ненавидеть марусиных друзей цехновицер старался увлечить их в тупости хамстве цинизме достигая естественно противоположных результатов если цехновицеру говорили попробуйте манго он вызывающе щурился предпочитаю хлебный квас если с цехновицером дружески заговаривали он вскидывал брови предпочитаю слушать тишину в результате цехновицер надоел маруси и она полюбила диму федоров сын генерала федорова учился на хирурга это был юноша с заведомо решенными проблемами веселый и красивый но было все хорошо причем он даже не знал что бывает иначе у него был папа которым можно гордиться квартира на улице щерца где он жил с бабушкой а также дача мотоцикл любимая профессия собака и охотничье ружье старалась найти молодую красивую девушку из хорошей семьи на пятом курсе дима федоров стал думать о женитьбе и тут он познакомился с марусей через шесть недель они спускались по мраморной лестнице дворца бракосочетаний еще через сутки молодожены уехали в крым осенью родители подарили им двухкомнатную квартиру так началась марусина супружеская жизнь дима пропадал в академии маруси готовился к защите диплома эстетика бального танца вечерами они смотрели телевизор и беседовали по субботам ходили в кино принимали гостей навещали знакомых маруся была уверена что любит диму ведь она сама его выбрала дима был заботливый умный корректный он ненавидел беспорядок каждое утро он взял записи в блокноте там были рубрики обдумать сделать позвонить иногда он записывал не поздороваться с виталием луценко или в ответ на хамство олешковича спокойно промолчать субботу появлялась запись маша это значило кино театр ужин в ресторане и любовь дима говорил я не педант просто я стараюсь защититься от хаоса дима был хорошим человеком пороки его заключались в отсутствии недостатков недостатки как известно привлекают больше чем достоинства или как минимум вызывают более сильные чувства через год маруся его возненавидела хотя выразить свою ненависть и мешало диме на безупречное поведение так что жили они хорошо правда мало кто знает что это беда если все начинается хорошо значит кончится все это может только несчастье так случилось сначала умер димин папа генерал затем попала в сумасшедший дом алкоголичка мама затем наследники три брата и сестра переругались обсуждая что кому самые ценные вещи из генеральского дома были конфискованы прокуратурой в частности шашка подаренная сталиным и усеянный рубинами югославский орден короче говоря за месяц дима превратился в обыкновенного человека целеустремленного и трудолюбивого аспиранта средних дарований иногда маруся уговаривала его хоть бы ты напился дима отвечал маруси пьянство это добровольное безумие маруся не успокаивалось хоть бы ты меня приревновал дима четко формулировал ревновать отомстить себе за ошибки других самое трудное испытание для благополучного человека это внезапное неблагополучие дима становился все более рассеянным и унылым в ресторанах он теперь заказывал биточки и компот заграничный костюм надевал в исключительных случаях финансовой поддержки марусиных родителей стыдился и тут маруся стала ему изменять причем неразборчиво и беспрерывно она изменяла ему с друзьями знакомыми водителями такси с преподавателями института культуры с трамвайными попутчиками она изменила ему даже с внезапно появившимся цехновицером сначала маруся оправдывался лгала выдумывала несуществующие факультативные занятия и семинары говорила о бессонной ночи у подруги замышлявший самоубийство о неожиданных поездках к родственникам в дергачёво затем не надоело лгать и оправдываться надоело выдумывать фантастические истории у маруси не было сил возвращаясь под утро маруся говорила себе ладно обойдется что-нибудь придумаю в такси что-нибудь придумаю в лифте что-нибудь скажу экспромтом дима удивленно спрашивал где ты была я восклицала маруся ну что значит где он спрашивает где допустим у знакомых могу я навестить знакомых если дима продолжал расспрашивать маруся быстро утомлялась считай что я пила вино считай что я распущенная женщина считай что мы в разводе нет как известно равенство в браке преимущество всегда на стороне того кто меньше любит если это можно считать преимуществом 30 годам маруся поняла что жизнь состоит из удовольствий все остальное можно считать неприятностями удовольствие это цветы рестораны любовь заграничные вещи и музыка неприятности это отсутствие денег попреки болезни и чувство вины маруся предавала с удовольствием разумно избегая неприятностей маруся было жалко диму она испытывала угрызение совести наверх хочешь я познакомлю тебя с какой-нибудь девицей дима удивленно спрашивал на предмет чего вскоре дима и маруся развелись марусь переехала к родителям родители сначала огорчились но довольно быстро успокоились дима федоров как муж уже не представлял большого интереса маруся же опять была невестой девушка из хорошей семьи через некоторое время марусь полюбила знаменитого дирижера каждана затем известного художника шарафуддинова которому покровительствовал сам гейдар алиев затем прославленного иллюзиониста мабиса распиливавшего женщин на две части все они были гораздо старше маруси и более того годились ей в отцы с кажданом она ездила в прибалтику и на урал с шарафуддиновым год прожила в олубке с иллюзионистом мабисом летала по всему заполярье в результате каждан отравившись миногами умер шарафуддинов под давлением обкома вернулся к больной некрасивой жене а мабис будучи с гастролями во франкфурте добился там политического убежища короче все они покинули марусь при этом лишь один каждан ушел из ее жизни деликатно поведение остальных чем-то напоминала бегство и вот марусь и овладела чувство тревоги все ее подруги были замужем их положение отличалось стабильностью у них был семейный очаг зубиться не все ее подруги жили хорошо некоторые изменяли своим мужьям некоторые грубо ими помыкали многие сами терпели измены но при этом они были замуж само наличие мужа делала их полноценными в глазах окружающих муж был совершенно необходим его следовало иметь хотя бы в качестве предмета ненависть к этому времени марусь и было под 30 ей давно уже пора было родить маруся знала что еще два-три года и будет поздно маруся забеспокоился свободные мужчины как и прежде оказывали и знаки внимания многие женщины ей как и прежде завидовали рестораны театры сертификатные магазины все это был к ее услугам а чувство тревоги не натихало и даже с каждым месяцем усиливался и тут на марусином горизонте возник знаменитый эстрадный певец бронислав разудалов сейчас его имя забыто но в 60-е годы он был популярнее хиля кобзона долинского разудалов соответствовал всем марусиным требованиям он был красив талантлив популярен много зарабатывала главное жил весело легко и беззаботно маруся ему тоже понравилось она была стройная веселая и легкомысленная у них получилось что-то вроде гражданского брака разудалов часто ездил на гастроли маруси нравилось его сопровождать сначала она просто находилась рядом вечерами сидела на его концертах днем ходила по комиссионным магазинам затем у нее появились какие-то обязанности маруся заказывала афиши организовывала положительные рецензии в местных газетах и даже вела бухгалтерию что не требовало особого профессионализма и тебе приходилось только складывать и умножать до ее появления разудалов конферировал сам ему нравилось беседовать со зрителями особенно в провинции он например говорил предваряя свое выступление у некоторых певцов красивый голос а некоторые как говорит спою душой так вот голоса у меня нет далее следовала короткая пауза и души тоже нет под смех и аплодисменты разудалов заканчивал чем пою сам удивляюсь постепенно маруси стали доверять обязанности ведущего маруся заказала себе три концертных платья научилась грациозно двигаться по сцене и волосы звучали чистые пионерские ноты маруся стремительно появлялся за кулис замирала ослепленная лучами прожекторов окидывала первые ряды сияющим взглядом и наконец выкрикивала у микрофона лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады бронислав разудалов затем роняла голову подавленное величием минуты концерты разудалова проходили с неизменным успехом репертуар у него был современный камерный его песнях доминировала нота сдержанной интимности звучало все это примерно так ты сказал нет я услышал да затерялся след у того пруда ты сказала да я услышал нет и тому подобное разудалов был веселым человеком он зарабатывал на жизнь теми эмоциями которыми другие люди выражают чувство безграничной радости и полного самозабвения он пел танцевал и выкрикивал разные глупости за это ему хорошо платили вскоре однако маруся заметила что жизнелюбие разудалова постирается слишком далеко она начала подозревать его в супружеских изменах и не без оснований она находила в его карманах пудреницы и шпильки обнаруживала на его рубашках следы помады вытаскивала из дорожного на сссера синтетические колготки и наконец застала однажды в его гримуборной совершенно раздетуюсь его вещательницу кисину в тот день она избила мужа нотным кюпитром через 20 минут разудалов появился на сцене в темных очках левая рука его безжизненно висела на марусины попреки разудалов отвечал каким-то идиотским смехом он не совсем понимал в чем дело он говорил мария это несерьезно я думал ты культурная мыслящая женщина без предрассудков разудалов оставался верен своему жизнелюбию зато научился лгать от беспрерывной лжи у него появилось заикание на сцене она попадала он лгал теперь безо всякого повода он лгал даже в тех случаях когда это было нелепо на вопрос который час он реагировал уклончиво друзья шутили разудалов хочет трахнуть все что движется теперь уже от ревности страдала маруся поджидала мужа ночами грозила ему разводом главное не могла понять зачем он это делать ведь она так сильно и бескорыстно его любил муж появлялся утром распространяя запах вина и косметики засиделись понимаешь выпили болтали об искусстве где ты был в этого в голощокино тебе большой привет маруся отыскивала в записной книжке телефон неведомого голощокина женский голос хмуро отвечал или я захар джи в больнице маруся вспыхнув подступала к разудалову значит ибо у голощокина значит вы болтали об искусстве странный поражался разудалов лично я у него был тут мороз впервые задумалась как жить дальше удовольствие неизбежно порождали чувство вины бескорыстные поступки вознаграждались унижениями получался замкнутый круг чем источник радости как избежать разочарований можно ли наслаждаться без раскаяния все эти мысли не давали ей покоя через год у маруси родился мальчик все шло как прежде разудалов ездил на гастроли возвратившись быстро исчезал когда маруси уличала его в новых изменах оправдывался пойми мне как артисту нужен импульс маруся снова переехала к родителям долина тимофеевна к этому времени стала пенсионеркой федор макарыч продолжал работать неожиданно появлялся разудалов с цветами и шампанским рассказывал о своих творческих успехах жаловался на цензуру которая запретила его лучшую песню я пить желаю губ твоих нектар галину тимофеевну он развязно называл мамуля шутки у него были весьма сомнительные например он говорил марусиному папе дядя федя ты со мной и не шути ведь если разобраться ты никто а я между прочим взять самого татаровича выпив коньяка с шампанским и оставив пачку мятых денег разудалов убегал время отцовства его не тяготила целуя сына он приговаривал надеюсь ты вырастешь человеком большой души временами маруси испытывала полное отчаяние угрожала разудалову самоубийством именно тогда в его репертуаре появился шлягер если ты пойдешь к реке топиться приходи со мной со мной проститься их я тебя до речки провожу и поглубже место укажу тут как в сказке появился цехновицер он дал маруси почитать архипелаг гулаг и настоятельно советовал ей эмигрировать он говорил поженимся фиктивно и уедем в качестве евреев куда спрашивала маруси я например в израиль ты в америку или во францию маруси вздыхала зачем мне франция когда есть папа и все-таки муся стала задумываться об эмиграции во-первых это было модно почти у каждого мыслящего человека хранился израильский вызов то и дело уезжали знакомые деятели культуры уехал скульптор неизвестный чтобы осуществить в америке грандиозный проект древа жизни уехал савка краморов одержимый внезапно прорезавшимся религиозным чувством уехал гениальный боря сичкин пытаясь избежать тюрьмы за левые концерты уехал диссидентствующий поэт купершток в одном из стихотворений гордо заявивший наследник пушкина и блока я сын еврея куперштока уезжали писатели художники артисты музыканты причем уезжали не только евреи уезжали русские грузины молдаване латыши доказавшие наличие в себе еврейской крови короче проблема эмиграции широко обсуждалась в творческих кругах и маруся все чаще об этом задумывалась в эмиграции было что-то нереальное что-то напоминающее идею загробной жизни то есть можно было попытаться начать все сначала избавиться от времени прошлого творческая жизнь у маруси не складывалась замуж она по существу так и не вышла многочисленные друзья вызывали у нее зависть или презрение у родителей муси чувствовала себя как в доме престарелых ты жила на всем готовом без какой-либо реальной перспективы сон телевизор дефицитные продукты из распределителя и женихи подчиненные федор макарчи которые в основном старались нравиться ему маруси чувствовал еще три года и все потеряно навсегда цехновицер так настойчиво говорил о фиктивном именно фиктивном браке что марусь сказала ему раньше ты любил меня как женщину цехновицер ответил сейчас я воспринимаю тебя как человека марусь не знала огорчаться или радоваться и все-таки огорчился видно так устроены женщины не любят они терять поклонников даже таких как цехновицер на словах эмиграция оказалась реальностью на деле сразу возникало множество проблем что будет с родителями что подумают люди а главное что она будет делать на западе в загс пойти с цехновицером уже проблема уже нехай вероятный костюм это соответствующего нет не скажешь ведь инспектору что брак фиктивный а потом начались какие-то встречи около синагоги какие-то памятки для отъезжающих какие-то разговоры с иностранными журналистами маруси стала ходить на выставке левой живописи перепечатывал на своей олимпии запрещенные рассказы шаламова и дамбровского пыталась читать в оригинале хемингуэя родители о чем-то догадывались но молчали пришлось маруси с ними объясниться как это было лучше не рассказывать тем более что подобные драмы разыгрывались во многих номенклатурных семействах родители обвиняли своих детей в предательстве дети презирали родителей за верноподданничество и конформизм взаимные попреки сменялись рыданиями за оскорблениями следовали поцелуи федор маккардж знал что должен будет в результате уйти на пенсию галина тимофеевна знала что с дочкой она больше не увидится в октябре маруся зарегистрировалась с их навицером к новому году они получили разрешение 9 января были в австрии оказавшись на западе цехновицер сразу изменился он стал еврейским патриотом гордым мудрым и немного заносчивым он встречался с представителями хиаса носил шестиконечную анодированную звезду и мечтал жениться на еврейке условия эффективного брака цехновицер добросовестно выполнил увез жену на запад зато маруся оплатила все расходы и даже купила ему чемодан вскоре им предстояло расстаться цехновицер улетал в израиль маруся должна была получить американскую визу маруси говорил как ты будешь жить в израиле ведь там одни евреи ничего отвечал цехновицер привыкну маруси было грустно расставаться с цехновицером ведь он был единственным человеком из прошлой жизни маруси испытывала что-то вроде любви к этому гордому заносчивому агрессивному неудачнику и что-то было между ними а если было то разве существенно плохое или хорошее если было то куда она в сущности могло подеваться в аэропорт маруси не поехал у маленького лёвушки третий день болело горло руси из окна наблюдала как цехновицер садится в автобус он казался таким неуклюжим под временем великих идей его походка была решительной как у избалованного слепого через неделю лёвушки благополучно вырезали гланды отвезла его в госпитал миссис кук из автобусского фонда виза к этому моменту уже была получена еще через 16 дней маруся приземлилась в аэропорту имени кеннеди руках у нее был пакет с кукурузными чипсами рядом вял отоптался невыспавшийся лёва увидев двух негров он громко расплакался маруся говорили ему лёвка заткнись и добавляла голос в точности как у папаши после кораблекрушения в аэропорту марусь поджидали лора с фимой лора была ее двоюродной сестрой по матери лорина мама тетя надя работала простым корректором муж ее дядя савелий преподавал физкультуру лора носила фамилию отца милиндер татаровичи не презирали милиндеров иногда они брали лору на дачу и редко сами ездили в дергачева маруся дарила сестре платье и кофты при этом говорилось синюю кофту бери а зеленую я еще поношу маруси и в голову не приходило что лора обижается в общем сестры не дружили маруся была красивая и легкомысленная лора начитанная и тихая ее печальное лицо считалось библейским марусина жизнь протекала шумно и весело лорина существование было размеренным и унылым маруся жаловалась все мужики такие нахальные лора холодно приподнимала брови мои например знакомые ведут себя корректно и слышала в ответ нашла чем хвастать татаровичи не избегали милиндеров просто милиндеры были из другого социального круга старину это называлось бедные родственники так что сестры виделись довольно редко муся от кого-то слышала что лора вышла замуж что муж ее аспирант по имени фима но познакомиться с фима ей довелось лишь в америке эмиграция была для лора и фима свадебным путешествием они решили поселиться в нью-йорке в нью-йорке через год довольно сносно заговорили по-английски фима записался на курсы бухгалтеров лора поступила в ученицы к маникюрши дела у них шли прекрасно через несколько месяцев получили работу фима устроился в богатую текстильную корпорацию лора трудилась в парикмахерской с американской клиентурой она говорила русских мы практически не обслуживаем для этого у нас слишком высокие цены лора зарабатывала 15 тысяч в год фима вдвое больше вскоре они купили собственный дом это был маленький кирпичный домик форест-хиллсе жили в этом районе стоило тогда не очень дорого жили здесь в основном корейцы индусы и арабы фима говорил с русскими мы практически не общаемся фима и лора полюбили свой дом фима собственными руками починил водопровод и крышу затем электрифицировал гараж лора тем временем покупала занавески и керамическую утварь дом был уютный красивый и сравнительно недорогой журналист зарецкий с которым лора познакомилась в хиасе называл его мавзолеем старик явно завидовал чужому благополучию лора и фима были молодой счастливой пары счастье было для них естественно и органично как здоровье им казалось что всяческие неприятности удел больных людей лора и фима слышали что некоторым иммигрантам живется плохо вероятно это были нездоровые люди с паршивыми характерами вроде журналиста зарецкого лора и фима жили дружно они жили так хорошо что лора иногда восклицала фимка я так счастлива они жили так хорошо что даже придумывали себе маленькие неприятности вечером фима хмурис говорил знаешь утром я чуть не сбил велосипедиста лора делала испуганные глаза будь осторожнее прошу тебя будь осторожней не беспокойся лорик у меня прекрасная реакция а велосипедиста спрашивал лора бывало что фима являлся домой с виноватым видом ты расстроен спрашивал лора в чем дело а ты не будешь сердиться говоря то я заплачу поклянись что не будешь сердиться говори только не сердись я купил тебе итальянские сапожки ненормальные мы же договорились что будем экономить покажи мне страшно захотелось и цвет оригинальный такой коричневый субботнее утро фима и лора долго завтракали потом ходили в магазин потом смотрели телевизор потом уснули на веранде потом раздался звонок это была телеграмма из вены маруся прилетала на утро рейсом 264 к 7 30 нужно было ехать в аэропорт встретили ее радушно засиделись в первую же ночь до трех часов ребенок спал телевизор был выключен фима готовил коктейли маруся и лора сначала устроились на ковре вы рассказала так принято затем они все-таки перешли на диван лора в десятый раз спрашивала зачем ты уехала да еще с малолетним ребенком не знаю так вышло понятно когда уезжают диссиденты евреи или например уголовники не было плохое настроение то есть мне показалось что все уже было марусь хотела чтобы вы понимали хотя сама она не понимала многого тебя действительно все было развлечения поклонники наряды и ты вдруг раз и уезжаешь мне сон приснился например ну вроде бы у меня появляются крылья а дальше как будто я пролетаю над городом и тушу все электрические лампочки лампочки заинтересовался фима ясно по фрейду это сексуальная неудовлетворенность лампочки символизируют пенис а крылья крылья ответил фима тоже символизирует пенис маруся говорит я смотрю ваш фрейд не хуже разудалого одни гулянки на уме и все же спрашивали лора почему ты уехала политика тебя не волновала материально это была устроена от антисемитизма страдать не могла этого мне только не хватало так в чем же дело да ни в чем уехала и все тебя хотела повидать эфиму играла радиола уютно звякал лед в стаканах пахло горячим хлебом из тостера за окнами стояла мгла ночью все проголодались лора сказала фимуля принеси нам кейк из холодильника лоре было приятно что дом хорошо и небрежно обставлен что на стенах литографии шемякина в холодильнике есть торт что в гараже стоит японская машина шкафы набита добротной одеждой лора еще днем говорила мужу пусть живет пусть остается здесь сколько угодно не хочу я мстить за обиды пережитые в юности не хочу демонстрировать своего превосходства мы будем выше этого ответим ей добром на зло в чем ты думаешь я думаю как хорошо что у меня есть три а у меня соответственно ты лора подарила маруси свитер и домашние туфли маруси их даже не примерила лора предоставила маруси с ребенком отдельную комнату маруся лора даже не поблагодарила лора предложила и бери из холодильника все что тебе захочется но маруси в основном удовольствовала с картофельными чипсами театры маруси не интересовали в магазинах она разглядывала только детские игрушки ночной бродвей показался и шумным и грязным так прошла неделя в субботу появился гость джи кей апплбаум развязанный и шумный толстяк он был менеджером в корпорации где работал фима вчетвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили бадвайзер на этот раз джи кей пришел один до этого сказала лора он приводил невесту карен роуч вопрос где карен менеджер ответил она меня бросила я был в отчаянии затем купил себе новую машину и поменял жилье теперь я счастлив эту бауму понравилась маруся он захотел учиться русскому языку маруся спел ему несколько частушек например такую строят мощную ракету посылают на луну я хочу в ракету эту посадить мою жену фима перевел когда апплбаум попрощался и уехал маруся сказала по моему он дурак лора возмутилась просто джи кей типичный американец со здоровыми нервами если русские вечно страдают и жалуются то американцы устроены по-другому большинство из них принципиальные оптимисты лора объясняла муси америка любит сильных красивых и нахальных это страна деловых целеустремленных людей неудачников американцы дружно презирают рассчитывать здесь можно только лишь на одного себя в америке брал слово фима нужно ежедневно переодеваться как-то я забыл переодеться и апплбаум спросил меня ты где ночевал дружище днем маруся возилась с левушкой хлопот особых не было тем более что вместо пеленок маруся использовала удобные недорогие дайперсы эти самые дайперсы первое что маруся оценила на западе кроме того и нравились чипсы фисташки и разноцветная бумажная посуда поел и выбросил муси испытывала беспокойство и надо было срочно искать работу тем более что лёвушку определили в детский сад сначала он плакал через неделю заговорил по-английски а маруся все думала чем бы заняться в союзе она была интеллигентом широкого профиля работать могла где угодно от министерства культуры до районной газеты а здесь кино телевидение радио пресса всюду как минимум нужен английский язык программистом ей быть не хотелось медсестрой или няней тем более и одинаково раздражали цифры чужие болезни и посторонние дети ее внимание привлекла реклама ювелирных курсов в принципе это имело отношение к драгоценностям а в драгоценностях маруси разбиралась ювелирные курсы занимали весь третий этаж мрачноватого блочного дома на 14 улице руководилами мистер хигби человек с наружностью умеренно выпивающего офицера он сказал маруси через переводчика я 10 лет учился живописи а стал несчастным ювелиром разве эта жизнь переводчиком у него работал иммигрант из борисполя лёня в будущем собирался открыть магазин ювелирных изделий он говорил на этом я всегда заработаю свою трудовую копейку всех учащихся разбили на группы каждому выдали набор инструментов у каждого на столе была паяльная лампа тиски и штатив в углу постоянно гудел никелированный кипятильник рядом возвышался дубовый стеллаж там специальных коробках хранились работы бывших учащихся они показались маруси безвкусными какой-то баре льюис выковал из серебра миниатюрный детородные органы в каждой группе был преподаватель маруси достался пан винчислов глинский беженец из кракова он целыми днями курил роняя пепел себе на брюки занятий фактически не было каждый делал все что ему хотелось одни паяли другие сверлили третьи вырезали фигурки из жести среди учащихся было несколько чернокожих они часами слушали музыку покачиваясь на табуретках возле каждого на полу стоял транзистор иногда маруся ощущала странный запах переводчик леня объяснил ей что это марихуана марусиным соседом был китаец тихий и приветливый он скручивал из медной проволоки тонкую косичку маруся занялась тем же самым потом она вырезала из жести букву м обработала напильником края проделала специальное отверстие для цепочки вроде бы получился кулон китаец взглянул и одобрительно помахал ей рукой на руси за спиной остановился пан винчислов несколько секунд он молчал затем раздельно выговорил прямо и ранил маруси на руках бесцветный столбик пепла четверг маруся получила 73 доллара что-то вроде стипендии на эти деньги она купила левушке заводной мотоцикл сестре цветы а фильме полгалона виски оставшиеся 40 долларов предназначались на хозяйство лора брать деньги не захотела маруси настаивала я же вам и так должна большую сумму заработаешь говорил фима отдашь с процентами рано утром маруси бежала к остановке сабвея дальше около часа в грохочущем страшном подземном нью-йорке ежедневная порция страха нью-йорк был для маруси происшествием концертом зрелищем городом он стал лишь месяц или два спустя постепенно из хаоса начали выступать фигуры краски звуки шумный торговый перекресток вдруг распался на овощную лавку кафетерий страховое агентство и деликатесный магазин череда автомобилей на бульваре превратилась в стоянку такси запах горячего хлеба стал неотделим от пестрой вывески беккери образовалась связь между толпой ребятишек кирпичной двухэтажной школой нью-йорк внушал маруси чувство раздражения и страх и хотелось быть такой же небрежный уверенной и ловкой как чернокожие юноша в рваных файках или старухи под зонтиками и хотелось достичь равнодушия к шуму транзисторов и аммиачному зловонию сабвея и хотелось возненавидеть этот город так просто и уверенно как можно ненавидеть лишь одну себя маруся завидовала детям нищим полисменам всем кто ощущал себя частью этого города она завидовала даже пану глинскому который спал в метро и не боялся черных хулиганов он говорил что коммунисты в 10 раз страшнее от метро до ювелирных курсов 385 шагов иногда если маруся почти бежит 380 380 шагов сквозь разноцветную праздную горланящую толпу в облаках бензиновой гарри табачного дыма и запаха уличных жаровин мимо захламенных тротуаров и ослепительных безвкусных витрин подкрики латошников вы автомобильных сирен и нескончаемый барабанный грохот ежедневная порция страха и неуверенности занятия на ювелирных курсах прекратились в среду сначала все шло нормально нося раскалила на огне латунную пластинку держа ее щипцами потянулась за канифолью пластинка выскользнула описала дугу а затем бесследно исчезла вскоре из голенища марусиного лакированного сапога потянулся дымок еще через секунду марусин крик заглушил пронзить на его при транзисторов застежка молния конечно же не поддавалась окружающие не понимали в чем дело все это могло довольно плохо кончится если бы не шустер шустер работал на курсах уборщиком до эмиграции тренировал молодежную сборную риги по боксу лет в 50 сохранял динамизм рельефную мускулатуру и некоторую агрессивность его раздражали чернокожие целыми днями шустер занимался уборкой он выметал мусор наполнял кипятильник перетаскивал стулья когда он приближался со шваброй учащиеся вставали чтобы не мешать все кроме чернокожих черные юноши продолжали курить и раскачиваться на табуретках всякое рвение было им органически чуждо шустер ждал минуту потом подходил ближе отставлял швабру и на странном языке угрожающе выкрикивал ап блять его лицо покрывалось нежным и страшным рулянцем я кому-то сказал ап блять и еще через секунду я кого-то в последний раз спрашиваю ап или не ап черные ребята нехотя поднимались бормоча окей окей понимаю радовался шустер понимают хоть и с юга так вот когда маруся закричала появился шустер мигом сориентировавшись он достал из заднего кармана фляжку бренди потом без колебаний опорожнил ее в марусин лакированный сапог все услышали медленно затихающее шипение тот же шустер разорвал заклинившую молнию маруся тихо плакала скажите ногу доктору сказал и шустер тут как раз за углом городская больница покажите мне заинтересовался откуда-то возникнув глинский но шустер оттеснил его плечом врач осмотрев маруси разрешили покинуть занятия маруся хромая уехала домой и решил не возвращаться фима с лорой отнеслись к ее решению нормально даже благородно но рассказала крыша над головой у тебя есть голодный ты не останешься так что не суетись и занимайся английским что-нибудь подвернется ему добавил какой из тебя ювелир ты сама у нас золото вот только пробы негде ставить засмеялась маруся так она стала домохозяйкой утром фима с лорой торопились на работу фима ехал на своей машине лора бежала к остановке автобуса сначала маруся пыталась готовить им завтраки потом стало ясно что это не требуется фима выпивал чашку растворимого кофе а лора на ходу съедала яблок просыпалась маруся в десятом часу лёвушка к этому времени сидел у телевизора на завтрак ему полагалась горсть кукурузных хлопьев с молоком затем не шли в детский сад вернувшись маруся долго перелистывала русскую газету внимательно читала объявление в манхэттене открывались курсы дамских парикмахеров страховая компания набирала молодых честолюбивых агентов русскому ночному клубу требовались официантки предпочтительно мужчины так и было напечатано официантки предпочтительно мужчины все это было реально но мало привлекательно кого-то стричь кого-то страховать кому-то подавать закуски попадались и такие объявления хорошо устроенный джентльмен мечтает познакомиться с интеллигентной женщиной любого возраста желательно фото ниже примечания мелким шрифтом только не из харбина что значит только не из харбина удивлялась марусь и как это понимать чем ему досадил этот несчастный харбин а может быть он сам как раз из харбина может весь харбин его знает как последнего жулика и афериста хорошо устроенный джентльмен ищет женщину любого возраста желательно фото зачем ему фото думал марусь и только расстраиваться днем она ходила в магазин стирала и пыталась заниматься английским в три забирала лёвушку к шести возвращались фима и лора вечера проходили у телевизора за бокалом коктейля по субботам они ездили в город бродили по музеям обедали в японских ресторанах посмотрели музыкальную комедию с юлом бриннером так прошел сентябрь наступила осень хотя на газонах еще зеленела трава и днем было жарко как в мае маруся все чаще задумывалась о будущем сколько можно зависеть от лоры сколько можно есть чужой хлеб сколько можно жить под чужой крышей короче сколько все это может продолжаться маруся чувствовал себя как на даче у родственников рано или поздно надо будет возвращаться домой ну куда а пока что маруся была сыта и здорова одежда у нее хватало деньги на хозяйство лежали в коробке из-под торта не жизнь а санаторий для партийных работников стоило ли ради этого ехать в такую дали в общем чувство тревоги с каждым днем нарастало однажды маруся написала такое письмо родителям дорогие мамы и папа представляю себе как вы меня ругаете и зря дело в том что абсолютно нечего писать но абсолютно власть к улетел на свою историческую родину где одни пардон евреи но он говорит ничего мол пробьемся что еще сказать вена тихий городок на берегу реки все говорили тут донау донау оказывается река дуна и больше ничего вроде бы имеется оперный театр хотя я его что-то не заметил люди одеты похуже чем в доме кино однако получше чем в доме науки и техники в австрии мы жили три недели почти не выходили из гостиницы у входа дежурили эти самые которые не просто а за деньги в общем ясно в одной была совершенно голая же папка бы ахнул в этом плане свободы больше чем достаточно лёвий из вещей купила носки шерстяные и джемпер себе ничего в америку летели около семи часов в самолете нам показывали кино вы думаете какое в жизни не догадаетесь великолепная семерка стоило ли ехать в такую даль поселилась я у лоры с фимой лёвка ходит в детский сад а я все думаю чем бы мне заняться свободы здесь еще больше чем в австрии в специальных магазинах продаются каучуковые органы вы понимаете мамуля бы сейчас же в обморок упала чернокожих в америке давно уже не линчуют теперь здесь все наоборот короче я еще не сориентировалась скоро напишу и выпишите обнимаю ваша несознательная дочь мария таланты и поклонники как-то раз появился зарецкой узнав что хозяев нет дома выразил смущение простите что вырываюсь без звонка ничего ответила маруси только я в халате через минуту он пил кофе с белорозовым зефиром сахарная пудра оседала на тщательно выглаженных кремпленовых брюках зарецкий любил культуру и женщин культура была для него источником заработка а женщины предметом вдохновения то есть культурой он занимался из прагматических соображений а женщинами бескорыстно идея бескорыстия подчеркивалась явным сексуальным неуспехом дело в том что зарецкого раздирали противоречивые страсти он добивался женщин но при этом всячески их унижал его изысканные комплименты перемежали с оскорблениями шаловливые заигрывания уступали место взволнованным нравственным проповедям зарецкий горячо взывал к морали тотчас же побуждая ее нарушить кроме того он был не молод самолета называла аэропланами как до войны он ел зефир пил кофе и любовался марусиными ногами полы ее халата волнующие разлетались две верхние пуговички ночной сорочки были расстегнуты зарецкий поинтересовался чем изволите зарабатывать на пропитание я еще не работаю ответила марусь а чем ежели не секрет планируете заниматься в будущем не знаю я вообще-то музработник с вашими данными я бы подумал о голливуде нам своих хватает а главное им уж больно тощие нужны я поговорю с друзьями обещал зарецкий потом он сказал у меня к вам дело я заканчиваю работу над книгой секс при тоталитаризме в этой связи мной опрошено более 400 женщин их возраст колеблется от 16 до 57 лет данные обработаны и приведены в систему короче я буду задавать вопросы отвечайте просто и без ложной застенчивости думаю вы понимаете что это сугубо научное исследование мещанские предрассудки здесь неуместны садитесь зарецкий вытащил портфель достал оттуда магнитофон блокнот и авторучку корпус магнитофона был перетянут изоляционной лентой внимание сказал зарецкий начали он скороговоркой произнес микрофон объект 439 16 апреля 85 года форест хиллс нью-йорк соединенные штаты америки беседу ведет натан зарецкий и дальше повернувшись к марусь и сколько вам лет тридцать четыре замужем в разводе имели половые сношения до брака до брака иными словами когда подверглись дефлорации чему когда потеряли невинность а мне послышалась декларация марусь слегка раскраснелась зарецкий внушал ей страх и уважение вдруг он стать чтет ее мещанкой не помню сказала марусь что не помню до или после скорее все-таки до до или после чего вы спросили до или после замужества так до или после мне кажется до до или после венгерских событий что значит венгерские события до или после разоблачения культа личности вроде бы после точнее после хорошо вы занимаетесь мастурбацией раз в месяц как положено что как положено но это женские дела я спрашиваю а мастурбации о господи сказала марусья что-то мешало и остановить или даже выпроводить зарецкого что-то заставляло ее смущенно бормотать не знаю может быть пожалуй с нарастающим воодушевлением зарецкий говорила отбросить ложный стыд забыть о ханжеской морали человеческая плоть священна советская власть лишает человека естественных радостей климакс при тоталитаризме наступает значительно раньше чем в демократических странах марусь кивала еще бы зарецкий вдруг совсем преобразился начал как-то странно шевелить плечами обтянутыми лиловой бобочкой вдруг перешел на озвученный шепот задыхаясь говорила маша ты как сама россия оскверненная монголами изнасилованная большевиками ты чудом сохранила девственность опусти меня в свою зеленую долину зарецкий двинулся вперед от его крем пленовых штанов летели искры глаза сверкали наподобие хирургических юпитеров магнитофон затих тихонько щелкнув вот дай мне власть шептал зарецкий я тебя прославлю марусь на секунду задумалась польза от этого болтливого старика немного радости еще меньше к тому же надо спешить за ребенком зарецкий положил ей руки на талию это напоминало приглашение к старомодному бальному танцу маруся отступила ученый человек и так себя ведет а главное пора идти за лёвый зарецкий был опытным логовас его тактические приемы заключались в следующем первое засидеться до глубокой ночи обнаружить что автобусы не ходят брать такси дороговато далее разрешите мне посидеть в этом кресле или можно я лягу рядом чисто по-товарищески затем он начинал дрожать и вскрикивать оттолкнуть его в подобных случаях у женщин не хватало духа неудовлетворенная страсть могла обернуться психическим расстройством и более того разрывом сердца зарецкий плакал и скандалил угрожала требовал он клялся женщинам любви к тому же предлагал им заняться совместной научной работой порой ему уступали даже самые несговорчивые так бывало ночью в свете дня приемы часто оказывались недействительными маруси сказал я скоро приду через минуту появилась одетая в строгий бежевый костюмчик зарецкий хмурю сложил магнитофон в портфель затем таинственное и мрачно произнес ты сфинкс мария почему же свинство рассердилась мусе это что еще за новость а если я люблю другого зарецкий саркастически расхохотался взял жетон на метро и ушел с этого дня маруси уже не было покоя женихи и ухажеры потянули с вереницей видимо свободная женщина распространяет какие-то особенные флюиды красивая тем более мужчины сговорились не всюду где она появлялась в магазине на автобусной стоянке перед домом около газетного киоска иногда американцы чаще соотечественники они звонили и по телефону являлись в дом с какими-то непонятными предложениями даже посылали и открытки в стихах например диссидент караваев прислал ей такое стихотворение марусь ты любишь русь с караваевым маруси познакомилась в аптеке он пригласил ее на демонстрацию в защиту сахарова марусь сказал с кем я оставлю ребенка караваев рассердился если каждый будет заботиться только о своих детях россия погибнет маруся возразил наоборот если каждый позаботиться о своем ребенке все будет хорошо караваев сказал вы типичная иммигрантка развращенная западом думайте только о себе маруся задумалась один говорит сама россия изнасилованная большевиками другой иммиграция развращенная западом кто же я на самом-то деле караваев предложил ей сообща вести борьбу за новую россию маруся отказалась издатель друкер тоже призывал ее к борьбе но за единство иммиграции он говорил нас мало мы разобщены и одиноки мы должны объединиться на почве русской культуры друкер пригласил маруси в свое захламленное жилище показал десяток редких книг с автографами георгия иванова набокова хода севича преподнес ей злополучного фейхтвангера и вновь заговорил насчет единство нас объединяет многое язык культура образ мыслей историческое прошлое маруси было не до этого объединение с другером не разрешала ее жизненных проблем интересовала марусю главным образом не прошлое а будущее она предложила будем друзьями друг кир криво улыбаясь согласился а вот таксисты действовали более решительно перцович говорил я летим во флориду окей дарону себя дорогу гостиницу и развлечения окей покупал модельные туфли окей у меня ребенок это не моя забота окей я подумаю если левский вел себя поскромнее действовал с меньшим размахом предложил ей дешевый мотель на лонг-кайленде а вместо туфель развесной шоколад из деликатесного магазина будучи отвергнут если левский не расстроился кажется даже вздохнул с облегчением лучше всех повел себя баранов оказался самым благородным он сказал я зарабатываю долларов 700 в неделю 200 из них систематически пропиваю хотите буду отдавать вам сотню просто так мне это даже выгодно пить буду меньше это неудобно сказал марусь а чё тут неудобного удивился баранов деньги есть и не подумайте худого женщина меня давно уже не интересуют лет двадцать пять назад я колебался между женщинами и алкоголем с этим покончено в упорной борьбе победил алкоголь я подумаю сказала марусь и все и рубинчик тоже предложил содействие это же бескорыстно обещал ей временную работу он спросил вы рисуете смотря что ответила марусь и рубинчик пояснил надо ретушировать цветные фотографии как это ретушировать подкрасить губы щеки в общем чтобы клиенты были довольны марусь подумала дело знакомое а сколько мне будут платить три доллара в час рубинчик обещал позвонить религиозный деятель лемкус тоже заинтересовался маруси сначала он подарил ей библию на английском языке затем сказал что бог предпочитает неустроенных и одиноких наконец пообещал хорошие условия в иной загробной жизни когда это будет вздыхала марусь на то господня воля опускал ресницы лемкус он же любил повторять что деньги зло особенно те соглашал с маруси которых нет хозяин магазина днепр зяма пивоваров иногда шептал ей получены свежие булочки точная копия вы торговец недвижимостью лернер приглашал поедем как-нибудь в атлантик сити выиграешь тысяч двадцать реализовать свою идею лернеру пока не удавалось он ленился даже записать маруси на телефон так пролетело месяца 4 дни тянулись одинаковые как мешки из супермаркета те же и гонзалес к этому времени я уже года полтора был натурализованным американцем жил в основном на литературные заработки книги мои издавались в хороших переводах не случайно один мой коллега любил повторять довлатов явно проигрывает в оригинале рецензенты мной восхищались называли советским керуаком упоминая попутно достоевского чехова гоголя в одной из рецензий говорилось персонажи довлатова значительно ярче горят чем у солженицына но в куда более легкомысленном аду рецензии меня почти не интересовали к тому что пишут обо мне я совершенно равнодушен я обижаюсь когда не пишут и все-таки мои романы продавались слабо коммерческого успеха не было известно что американцы предпочитают собственную литературу переводные книги здесь довольно редко становятся бестселлерами библия исключительный случай литературный агент говорил мне напиши об америке возьми конч сюжет из американской жизни ведь ты живешь здесь много лет он заблуждался я жил не в америке я жил в русской колонии какие уж тут американские сюжеты взять например такую историю между прачечной и банком грузин дариташвили торгуют шашлыками какая-то женщина выражает ему свои претензии почему вы дали господину лярнеру большой шашлык а мне совсем крошечный машет рукой грузин и все таки почему повторяет грузин я настаиваю я буду жаловаться я этого так не оставлю почему грузин с трагической физиономии воздевает руки к небу почему да потому что он мне нравится по моему это готовый сюжет только что в нем американского и вот однажды раздается телефонный звонок слышу голос муси татарович принеси мне сигареты можешь что-нибудь случилось ничего особенного у меня синяк под глазом на улицу стесняюсь выйти деньги сразу же верну откуда тебе какое дело шубу продала я не про деньги говорю синяк откуда с равкой поругалась я сейчас приеду с марусей я познакомился за год до этого в дни знаменитой авантюры с русским телевидением двое бизнесменов лёлик и маратик сняли офис в центре города дали объявления в русских газетах пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы короче взялись дублировать на русский язык передачи американского телевидения затея имела успех в особенности среди пенсионеров старики охотно высылали деньги лёлик и маратик пригласили на работу шестерых сотрудников двух секретарш бухгалтера охранника рекламного агента и меня как творческую единицу я дописывал на работе свою книгу чемодан секретарши целыми днями болтали агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение бухгалтер писал стихи охранник бывший чемпион молдавии по самбо то и дело ходил за выпивкой охрана предназначалась лёлику с маратиком на случай появления обманутых клиентов одной из секретарш была маруся татарович она мне сразу же понравилась высокая нарядная какая-то беспомощная бросалась в глаза смесь неуверенности опломба так чаще всего и бывает я быстро понял что она не создана для коллектива вот например характерный случай у второй секретарша был муж он подарил жене браслетные именины да захватил его на работу похвастать марусь повертел его в руках и говорит какая прелесть меня в союзе был такой же только платиновый после этого секретарша ее возненавидела маруся слишком часто вспоминала о своих утраченных номенклатурных привилегиях слишком охотно рассказывала про своего знаменитого мужа чересчур размашисто бросала на диван анда травую шубу коллектив предпочитает чтобы люди в ее обстоятельствах держались поскромнее раза три я подолгу беседовал с марусей за чашкой кофе она рассказала мне всю свою довольно таки нелепую историю в какой-то степени мы подружились я люблю таких отпетых погибающих беспомощных и накальных я всегда повторял кто бедствует тот не грешит плохо говорила марусь что вы женаты мы бы поладили а главное ваша жена потрясающе интересная дама через месяц завела бы себе кого-нибудь получше устроившись на работу марусь поторопилась снять квартиру деньги она заняла у лоры тогда в нашем районе еще можно было отыскать жилье долларов за 400 внезапно лёлика маратик объявили первый месяц все работают бесплатно эта традиция ведь мы создаем новую ферму прошло четыре недели боссы помалкивали если с ними заговаривали о деньгах переходили на английский язык я понял что нас обманули старики это поняли еще через месяц зашел к нашим боссом сказал им все что думаю о них так что даже в коридоре было слышно маруся удивилась я не подозревал что вы знаете такие слова короче телевидение закрылось не успев родиться лёлика с маратиком все еще разыскивают обманутые подписчики исчезновение двух бизнесменов сопровождалось филеетонами в русской прессе филеетонисты выражали уверенность что лёлика маратик засланы госбезопасностью цель разложения капиталистической системы изнутри один из филеетонов назывался крайм родной навек любимый бухгалтер фалькович сказал подамся в управдомы и действительно пошел работать супером в историю замужняя секретарша улетела к дочке в торонто рекламный агент стал торговать магнитофонными записями я вернулся к бедственному на родному положению свободного художника охранник работает телохранителем у якова смирнова говорят смирнов его побаивается маруся оказалась в пустой квартире и без денег раза два я возил ее на своей машине по каким-то учреждениям раздобыл ей кое-что из мебели подарил наш старый телевизор что еще я мог для нее сделать не разводиться же мне было по такому поводу иногда мы сталкивались на улице глупо было расспрашивать на что ты живешь вероятно и удалось добиться какого-то пособия маруся говорила что левушка болеет что она пытается давать уроки музыки предполагает открыть небольшой детский сад я почти не слушал в таких делах если начнешь прислушиваться одно расстройство как говорится беспомощный беспомощному не помощник тут как раз и появился этот латиноамериканец точнее говоря не появился а возник возник из хаоса чужой заморской непонятной жизни что его породило однообразная вибрирующая музыка долетающие из транзисторов и так что его породило однообразная вибрирующая музыка долетающие из транзисторов смешанные запахи пиццерии косметики и бензиновой гарри разноцветные огни плавающие в горячем асфальте отблески витрин на бортах проносящихся мимо автомобилей рафаэль материализовался из общего чувства неустойчивость защищения праздника беды успеха неудачи катастрофической феерии маруси не помнила дня их знакомства не могла припомнить обстоятельств встречи рафаэль возник загадочный неуклонно как само явление третьего мира маруси вспоминались лишь черты его давнишнего присутствия какие-то улыбки на лестнице возможно она принимала рафаэля за человека из домовой хозобслуги какие-то розы брошенные в ее сторону из потрепанной автомашины протянутые левушки конфеты за четыре цента был запах дорогого одеколона в лифте теснота между дверьми приподнятая шляпа велюровый пиджак сигара кремовые брюки кольцо с фальшивым бриллиантом галстук цвета рухнувшей надежды сначала рафаэль был для маруси улицей особенностью пейзажа принадлежностью данного места наряду с витриной фирмы rainbow запахом греческих жаровин или хриплым басом адриано челентано сначала рафаэль был обстоятельством места и времени затем оказалось что маруся сидит в его разбитом автомобиле что они возвращаются из ресторана дель монико что левушка уснул в машине и что рука с фальшивым перстнем гладит мусину ладонь но у сказала муся и переложила чью-то руку на горячие сиденье войнот спросил латиноамериканец и ласково потрогала и округлое колено но сказала муся и прикрыла его рукой свою ладонь войнот спросил латиноамериканец и потянулся к вырезу на ее блузке но она переложила его руку на колено войнот он положил ей руку на бедро но маруша потянула вверх его ладонь войнот одна его рука возилась пуговицами на блузке вторая с некоторым упорством раздвигала ей колени маруся успела подумать как он ведет машину вернее чем автомобиль тем не менее двигался ровно только раз они задели борт чужого мерседеса при этом рук своих латиноамериканец так и не убрал лишь шевельнул коленями ты ненормальный она старалась говорить погромче crazy рафауль не останавливая машину достал из кармана синий фломастер приставил его к своей выпуклой груди обтянутой нейлоновым джемпером быстро нарисовал огромных размеров сердце и сразу полез целоваться теперь он развернулся к мусе целиком руль поворачивал как утверждает муся своим не очень тощим задом приглашать его домой маруся не хотела она стеснялась пустой квартиры лёвушка спал в продавленном дерматиновом кресле сама маруся напогнутой раскладушки все это мы когда-то притащили с улицы холодильнике лежали голубоватые куриные ноги и все какие уж тут могут быть гости затем произошло следующее рафаэль откинул багажник извлёк оттуда свернутый колесом матрас в полиэтуреновом чехле за ним бутылку рома связку пепси колы четыре апельсина и галеты матрас был совершенно новый в упаковке к этому времени маруся перестала удивляться она спросила как тебя зовут вот из юный в ответ прозвучало рафаэль хосэ белинда чикорильо гонзалес коротко и ясно сказал маруся буду звать тебя рафа рафа подтвердил латиноамериканец затем добавил мусси а еду и выпивку он быстро рассовал по карманам лёвушку тащил на плече матрас я лично верю этому катился сам тому же свободной рукой латиноамериканец поглаживал мусси при этом курил и галантно распахивал дверь вдруг маруся уловил странное потрескивание прислушался как выяснилось это штаны латиноамериканца трещали от напора буйной плоти следует отметить еще и такую подробность когда они выходили из лифта мальчик неожиданно проснулся он посмотрел на рафаэля безумными как у месячного щенка глазами и спросил ты кто мой папа и что вы думаете ответил латиноамериканец латиноамериканец ответил войну разговоры я сел в автомобиль проехал три квартала вспомнил что маруся просила купить сигареты развернулся наконец затормозил около ее подъезда может думаю гаишный ключ захватить на всякий случай в качестве орудия самозащиты что если рафаэль полезет драться я не трус но мы в чужой стране языка практически не знаем законах ориентируемся слабо к оружию не привыкли а тут у каждого второго пистолет если не бомба при этом латиноамериканцы говорят еще страшнее негров я хоть рабами были 200 лет что отразилось соответственно на их ментальности а эти все как один здоровые нахальные агрессивные драки конечно и в ленинграде бывали но обходилось все это без роковых последствий сидели мы помню в одной компании прозарик стукалин напился и говорит литературоведу зайцева я сейчас тем морду на пью а тут ему отвечать ни в коем случае потому что я толстовец я отрицаю всякое насилие если ты меня ударишь я подставлю другую щеку стукалин подумал и говорит ну и хрен с тобой мы успокоились решили что драка не состоится вышли на балкон вдруг слышим грохот бежим обратно в комнату видим стукалин лежит на полу а толстовец зайцев бьет его по физиономии своими огромными кулаками но дома все это происходило как-то безболезненно а здесь ну ладно думаю пора идти звоню дверь открывает мусит тарович действительно синяк под глазом к тому же нижняя губа разбита и поцарапану лоб не смотри говорит я не смотрю а где он равка убежал куда-то в расстроенных чувствах может спрашиваю в госпиталь тебя отвезти не стоит я все это косметикой замажу тогда звони в полицию зачем подумаешь события испанец дал кому-то в глаз если бы он меня зарезал или пристрелил тогда говорю можно уже и не звонить бессмысленно повторила муся может посадят его сутки на 12 ради профилактики за что за драку в этом сумасшедшем городе нью-йорке да здесь тюрьму попасть куда сложнее чем на марс или юпитер для этого здесь надо минимум 100 человек угробить причем желательно из высшего начальства здесь очередь в тюрягу я думаю примерно лет на 40 а ты говоришь посадят главное не беспокойся я все это сейчас подретуширую я огляделся марусина жилище уже не казалось таким пустым и заброшенным углу я заметил стереоустановку по бокам от нее стояли два велюетовых кресла напротив диван у стены трехколесный велосипед занавески на окнах я сказал маруси дверь запри как следует бесполезно у него есть ключ еще думаю не легче он тебе хоть помогает материально более или менее он вообще-то добрый всякое барахло покупает особенно для лёвки испанцы видно к маленьким неравнодушны еще к блондинкам уж это точно рафа в этом смысле настоящий пионер не понял вроде павлика морозова всегда готов одна мечта поддать и в койку я иногда думаю нехудо бы его к турбине присоединить чтобы энергия такая зря не пропадала в смысле денег он не жадный кино театр и рестораны это запросто однако на хозяйство сотню дать жалели или скорее всего не догадывается а мне ведь надо за квартиру платить мару теперь уделась заслонившись кухонной дверью хочешь кофе нет спасибо чем он вообще занимается спрашиваю понятия не имею ну а все-таки что-то продает а может что-то покупает вроде бы учился где-то месяц или два короче не спиноза спрашивает например меня откуда ты приехала из ленинграда а горит знаю это в польше как-то раз вижу газету читает я даже удивилась грамотный и на том спасибо маруся налила себе кофе и продолжал их здесь целый клан мамаша братья сестры все более или менее солидные люди кроме рафы у его мамал четыре дома в бруклине у одного брата кар-сервис у другого прачечная аравка в общем-то не деловой и деньги его мало беспокоит ему лишь бы штаны пореже надевать ну хорошо говорю а все-таки что будет дальше смысле каковы перспективы на будущее он хочет на тебя жениться этим я уже сказала чего он хочет больше ничего все остальное так издержки производства значит никаких гарантий какие могут быть гарантии что тут говорить о будущем это в союзе только разговоров о будущем а здесь живешь и ладно надо же о левушке подумать надо я себе подумать надо а замуж выходить совсем не обязательно я дважды замужем была и что хорошего и вот что я тебе скажу когда-то мне случалось ездить на гастроли жила я там в гостиницах с командированными платили им 2 40 это в сутки на эти жалкие гроши они должны были существовать а именно три раза в день питаться плюс сигареты транспорт мелкие расходы плюс непременно выпить да еще и отложить что-то женам на подарки да еще и бабу трахнуть по возможности и все это на 2 пардон рубля 40 копеек чему ты это говоришь с тех пор я всех этих командированных упорно ненавижу вернее дико презираю маруся зло прищурилась ты посмотри вокруг я говорю о наших эмигрантах они же все командированные у каждого в руке 2 40 да уж лучше рафаэль с его что называется любовью я спросил и у меня в руке 2 40 ну допустим у тебя 480 кстати эти должна за сигареты но у большинства 2 40 есть тут один из черновиц владелец гаража жена по медицинской части вместе зарабатывают 1060 знаешь как он развлекается по вечерам залезет в черный олс мобиль и слушает кассеты тонкими ансаровой это каждый вечер я те клянусь жена на лавочке читает панораму от иду а феликс слушает кассет разве это жизнь уж лучше полоумный рафа тем чем отечественное быдло с гаража свою жену я думаю не избивает естественно не хочет прикасаться лишний раз переодевшись и накрасившись маруся явно осмелела хотя синяк под слоем грима и косметики заметно выделялся да и царапина над бровью производила удручающее впечатление а вот разбитую губу ей удалось закрасить фиолетовой помадой тут сниже позвонили марусин давила розовую кнопку сказала возвращение фантомаса затем добавила спокойно вдруг он к тебе полезет драться если что-то как следует логурю ты поинтересно я-то здесь причем он что вообще здоровый как горела лишь эту лампу я увидел лампочку свисающую на перекрученном шнуре но он ее вечно задевает сказала мусь подумаешь говорю я тоже задеваю ты головой а он плечом тут снова позвонили теперь уже звонок раздался с лестничной площадки одновременно повернулся ключ в замке затем в образовавшуюся щель протиснулась громоздкая и странная фигура это был мужчина лет пятидесяти в коричневой футболке с надписью hello и узких гимнастических штанах на голове его белела марлевая повязка правая рука лежала в гипсе ногу он волочил как старое ружье я с некоторым облегчением вздохнул мужчина явно выглядел не хищником а жертвой на лице его застыло выражение страха горечи и укоризны комнате запахло йодом полюбуюсь-ка на это чучело сказала муся увидев меня рафа несколько раз приободрился и заговорил она меня избила сэр за что сначала она била меня вешалкой на вешалка сломался потом она стала бить меня зонтиком но и зонтик тоже сломался после этого она схватила теннисную ракетку но и ракетка через какое-то время сломалась тогда она укусила меня причем моими собственными зубами зубами которые она вставила на мои деньги разве это справедливо рафа скорбно продолжал я обратился в госпиталь пошел к хирургу хирург решил что я был в лапах террористов я ответил доктор террористы не кусаются я был у русской женщины заладил сказала муся рафа продолжал я ее люблю я дарю и цветы я говорю и комплименты вожу ее по ресторанам и что же я слышал ответ она говорит что я паршивый старый негритос она требует денег она мне больно это говорить но я скажу сегодня она плюнула на моего тигренка я приподнял брови на моего веселого парнишку я не понял короче она плюнула на мой восставший член не знаю может быть в россии это принято но мне стало обидно я спросил у муси что же все таки произошло да ничего особенного мне понадобились деньги за квартиру уплатить а он говорит нету бегает вечно нужны деньги а я говорю это ничтожество я 10 лет была женой великого артиста русского сенатора ты ему ботинки чистить не достоин ты говорю паршивый черномазый сифилитик а он говорит я тебя люблю смотри как я тебя люблю и вдруг ты понимаешь старскивает брюки я говорю плевать мне на твое сокровище и плюнула ему на это дело а он мне говорит ты сука а я беру пластмассовую вешалку и в результате происходит драка учтите вставил рафаэль я не сопротивлялся я только закрывал лицо она меня загнала в угол я был вынужден ее толкнуть производил впечатление скромного и незлобивого человека вызывал если не жалость то сочувствие застенчиво присел на край дивана я сказал маруси думаю вам надо помириться еще предложит ему чашечку кофе я бы предпочел стаканчик рома еще чего сказала муси тем не менее вытащила из холодильника плоскую бутылку образовалась довольно странная компания женщина с подбитым глазом изувеченный ею латиноамериканец и я неизвестно почему здесь оказавшийся а в центре начатая бутылка рома маруси говорил рафаэлю ты посмотри на сердце он выдающийся писатель естественно что у него проблемы в смысле денег а ты ведь ты же zero 0 ты хоть бы зарабатывал бы как следует в ответ на это рафаэль беззлобно повторял о факин раша crazy russian woman я твердил маруси он мне нравится оставь его в покое к тому же от него есть прок смотри как ты заговорила по-английски маруся отвечал для того язык и выучила чтобы убрать его последними словами мы немного выпили марусь вскипятила чайник рафаэль сиял от удовольствия даже когда я спотыкался объяву вытянутую ногу забыв про все свои увечья латиноамериканец явно жаждал благосклонности он смотрел на мусю преданными и блестящими глазами все норовил коснуться ее платья тем сильнее был поражен узнав что рафаэль марксист до этого я был уверен что вожделение и политика несовместимы но рафаэль воскликнул я уважаю русских это замечательные люди они вроде поляков только говорят на идиш я уважаю их за то что русские добились справедливости экспроприировали деньги у миллионеров и роздали бедным теперь миллионеры целый день работают а бедняки командуют и выпивают это справедливо октябрьскую революцию возглавил знаменитый партизан толстой впоследствии он написал архипелаг гулаг о господи сказала муся латиноамериканец продолжал в америке нет справедливости миллионерам достаются кинозвезды а беднякам фабричные работницы так где же справедливость все должно быть общее автомобили деньги женщины смотри-ка размечтался вставила маруся разве это хорошо когда у одного миллионы а другой считает жалкие гроши все нужно разделить по справедливости я перебил его мне кажется что это бесполезно одни рождаются миллионерами другие бедняками допустим можно разделить все поровну но что изменится лет через пять к миллионерам возвратятся деньги а к беднякам вернуться соответственно заботы и печали возможно ты прав тем более что революция в америке произойдет не очень скоро здесь слишком много богачей и полицейских однако в будущем ее я думаю не избежать врачей и адвокатов мы заставим целый день трудиться а простые люди будут слушать джаз курить марихуану и ухаживать за женщинами видишь что за тип сказала муся это ж надо оставь ты говорю в покое он же в принципе не злой и рассуждает в общем-то на уровне плеханова а может даже чернышевского мы снова выпили я начал замечать что раф утяготит мое присутствие хотя он трогал мусю за руку и говорил пусть серджио останется куда ему спешить давайте посидим еще минуты три буквально три минуты я сказал что мне пора мы попрощались рафа излучал блаженство ударил меня дружески в живот тяжелой гипсовой рукой маруся вышла следом на площадку получи говорит за сигарет глупости сказал я еще чего если бы ты жил со мной тогда я понимаю и тут я вдруг поцеловал и и сразу отворились металлические двери лифта чао слышу я шел домой и почему-то чувствовал себя несчастным мне хотелось выпить но уже как следует как только я увидел дочку все это прошло на улице и дома слухи у нас распространяются быстро если вас интересуют свежие новости постойте около русского магазина лучше всего около магазина днепр это наш клуб наш форум наша ассамблея наше информационное агентство здесь можно навести любую справку обсудить последнюю газетную статью нанять телохранителя шофера или скажем платного убийцу приобрести автомобиль за сотню долларов купить волокардин отечественного производства познакомиться с веселой нетребовательной дамой говорят здесь продают марихуану и оружие меняют иностранную валюту заключают подозрительные сделки о людях нашего района здесь известно все известно что у зима пивоварова родился внук которого назвали бенджи что правозащитник караваев написал статью в защиту дочки брежнева галины жертвы тоталитаризма что владелец русской книги фима друкер переиздает альбом японская эротика что баранов еселевский и перцович сообща купили ланчонок все знают что хозяин фотоателье и всей рубинчик так и не купил жене мутоновую су шубу что григорий лемкус выдал замуж суку афродиту что счастливчик лернер оказался миллионным посетителем картинной галереи родоса ему вручили 300 долларов известно также что до этого в картинных галереях лернер убывать не приходилось известно между прочим что зарецкий тайно ездил к служеницын был удостоен разговора продолжительностью в две минуты поинтересовался что исаевич думает о сексе получил ответ что все сие есть блажь заморская антихристово лжа короче здесь известно все и обо всех заговорили наконец и о марусе с рафаэлем в таком примерно духе к это из углового дома ходит один испанец и при том открыто разве можно так себя не уважать мужчины обсуждая эту тему весело подмигивали женщины сурово поднимали брови мужчины говорили это рыжая однако не теряется женщины высказывались строже хоть бы каплю совести имела женщины как правило маруси осуждали мужчины в основном сочувствовали и рафа в представлении мужчин был гаукстером и даже террористом женщины считали его обыкновенным пьяницей косая фрида так и говорила типичный пьяный гой из жмеринки у наших женщин философия такая если ты одна с ребенком без копейки денег не гордись веди себя немного поскромнее они считали что в маруси нам тяжелом положении необходимо быть усталой и жалкой и зависимой еще лучше больной с расстроенными нервами тогда бы наши женщины и посочувствовали даже не сомневаюсь помогли бы а так раз слишком гордая то пусть сама выкручивается в общем хочешь чтобы я тебя жалела дай сначала насладиться твоим унижением маруся не производила впечатление забитый и униженный быстро начала водить машину рафа поменял облезлый бьюик на высокий джип довольно часто появлялась в русских магазинах покупала дорогую рыбу буженину черную икру хотя я все еще не мог понять чем рафа занимается не говоря о муси сто раз я убеждался бедность качество врожденное богатство тоже каждый выбирает то что ему больше нравится и как ни странно многие предпочитают бедность рафаэль и муся предпочли богатство рафа был похож на избалованного сына аристотеля анасиса он вел себя как человек без денег но защищенный папиными миллиардами он брал займы где только можно оформлял кредитные бумаги раздавал финансовые обязательства он кутил последствия его не волновали сначала муси нервничала затем привыкла америка богатая страна кому-то надо жить в этой стране без огорчений и забот вот так они и жили общество могло простить им что угодно тунеядство влагательство наркотики короче все за исключением беспечности касая фрида возмущалась так и я ведь заведу себе какого-нибудь чиполлина наши интеллектуалы высказались следующим образом зарецкий говорил взгляните к на этого латиноамериканца на его суставы и ушные раковины перед нами характерный тип латентно дискурсоидного моносексопата а теперь взгляните на марию федоров на ее живот и тазовые кости даже типичный случай релевантно мифизированного полисексуалитета короче говоря они не пара лемкус опускал глазу а бог есть любовь правозащитник караваев восклицал жустикулируя безнравственно и стыдно предаваться адюльтеру когда вся хельсинская группа за решеткой ему печально вторил издатель друкер отдаться человеку который путает толстого с достоевским я лично этого не понимаю аркаша лернер с некоторой грустью повторял красивых баб всегда уводят наглые грузины что испанец это в принципе одновременно владелец магазина зяма пивоваров рассуждал как настоящий бизнесмен не пропадать же дефицитному товару и все и рубинчик будучи в душе художником отметил смотрится они неплохо хотелось бы мне их запечатлеть форматом 8 на 12 баранов яселевский и перцович ограничивались довольно легкомысленными шутками перцович частности сказал маруся ты мусенька друзей не забывай если будешь замуж выходить усынови меня а то уже нет все укрутить баранку 64 года не то чтобы я подружился с рафаэлем для этого мы были слишком разными людьми хотя встречаться приходилось нам довольно часто такой у нас район допустим вы разыскиваете кого-то адрес узнавать совсем не обязательно гулять по центральной улице купите банку пива съешьте порцию мороженого выкурите сигарету и неизбежно встретить того кого разыскиваете как минимум получить любую информацию о нем и главным образом порочащую маруся раза три устраивала вечеринки приглашала нас женой готовила домашние пельмени воспитывала рафу не кури и поменьше ешь а главное поменьше разговаривай учти что ты здесь самый глупый рафаэль не обижался он действительно часами говорил и в основном про то как стать миллионером строил планы быстрого обогащения планировал издание съедобных детских книг затем вынашивал проект съедобных шахмат наконец пришел к волнующей идее съедобных дамских трусиков его смущало лишь отсутствие начальных капиталов может бы говорил он попросить у братьев они мне доверяют полностью достаточно снять трубку братья не дадут вставляла мусей ты прекрасно это знаешь они не идиоты не дадут охотно соглашался раф это правда но попросить я хоть сейчас могу не веришь будучи американцем он всей душой мечтал разбогатеть но будущее будучи еще и революционером он мечтал добиться справедливости маруся говорила шел бы ты работать как все люди рафа твердо возражал пускай работают дантисты богачи и адвокаты логика в его речах отсутствовала однажды я сидел у муси рафа прибежал откуда-то взволнованный бледный закричал с порога гениальная идея принесет нам три миллиона долларов успех на сто процентов гарантируем никакого риска через три недели мы открываем фабрику искусственных сосков чего спросила муси искусственных сосков не понял говорю каких сосков обыкновенных дамских и рафа ткнул себя корявым пальцем в грудь все очень просто посмотри на женщин особенно тех что помоложе они же все без лифчиков разгуливают чтобы сквозь одежду все это просвечивало ты заметил допустим говорю я долго наблюдал и вдруг поменьше наблюдай успела ставить муся я долго наблюдал и вдруг меня сегодня осенило все это хорошо для молодых а кто постарше тем обидно им тоже хочется чтоб все просвечивало что при этом совершенно не болтался я придумал рафа торжествующий возвысил голос как этого добиться но прошу внимания старуха надевает лифчик прикрепляет к лифчику резиновый сосок затем натягивает кофту ну и что а то что все просвечивает и совершенно не болтается и ты намерен эту гадость продавать спросила муся в неограниченном количестве ведь это же иллюзия я буду торговать иллюзиями по 40 центов штука и заработаю на этом миллионы потому что самый ходовой товар в америке иллюзий осталось раздобыть начальный капитал примерно тысяч двадцать он сумасшедший говорила муся crazy это факт но к левке он действительно привязан он ему игрушки покупают ходит с ним в бассейн недавно рыбу ездили ловить он с лёвушкой как равных в плане интеллекта а может лёва даже поумнее однажды муся заглянула к нам женой говорит дадите кофе я немного посижу а около пяти заедет раф он должен лёвушку забрать из киндергартена моя жена открыла холодильник муся закричала боже упаси я на диете мы пили кофе говорили о политике конкретно обсуждали личность горбачёва и его реформы маруся в частности сказала если там начнутся перемены я об этом раньше всех узнаю потому что сразу же уволят моего отца он сам мне говорил учти пока я занимаю столь ответственную должность коммунизм тебе и маме не грозит тут снизу позвонили это рафа через минуту появился рафаэль учтивый загорелый и благоухающий косметикой он изъявил желание выпить рома с пепсиковой сообщил что духота на улице как в преисподней маруся засмеялась всюду этот рафа побывал затем спросила где ребенок во дворе сейчас все объясню маруся начала приподниматься где левушка не беспокойся все нормально рафа снова выпил опустил стакан укрылся за моей спиной и тонким голосом проговорил мне кажется я потерял его что я думаю он выпал из машины только не волнуйся но мы уже бежали вниз по лестнице маруся впереди я следом затем моя жена и дальше рафаэль который на ходу твердил мы ехали через гранд-централ повернули к мосту лево перелез на заднее сиденье там лежали новые игрушки а потом вдруг слышу бэнк я думал это взорвалась игрушечная бомба убил кричала муся не замедляя шагом и бежали к переезду рафа на бегу курил сигару моя жена в домашних туфлях стала отставать я уговаривал марусю действует разумно люди уступали нам дорогу день был солнечный и знойный над асфальтом поднимались испарения бензина стороне аэропорта грохотали реактивные моторы сто восьмая улица была похожа на засвеченную фотографию левее виадука мы заметили толпу которая неплотно окружала полицейского маруся с криком бросилась вперед секунда и глазам ее предстанет распростертая на выцветшем асфальте тело люди расступились мы увидели заплаканного левушку с игрушечной гранатой в руке в кулаке его колени были в ссадинах других увечий я не обнаружил значит это ваш спросил довольно хмуро полицейский маруся подхватила леву на руки один в толпе сказал легко отделался второй добавил надо отдавать таких родителей под суд тут подоспели новые зеваки что случилось выпал из машины хорошо что не из самолета мы направлялись к дому рафаэль держался в отдалении потом друг говорит мне кажется что это дело следует отпраздновать он сделал шаг по направлению к двери ресторана лотос лишь тогда маруся наградила его звонкой оглушительный пощечина раздался звук как будто тысячи поклонников допустим адриану челентано одновременно хлопнули в ладоши рафа даже глазом не повел он только поднял руки и сказал сдаюсь в июле муся отмечала день рождения собралось у него 12 человек гостей во-первых родственники фима с лорой далее зарецкий что-то вроде свадебного генерала лернер в роли тамады рубинчик представитель наших деловых кругов издатель друкер воплощение культуры пивоваров без которого такие вечеринки не обходятся баранов еселевский и перцович в качестве народа караваев олицетворяющий районные инакомыслия и наконец григорий лемку заявившийся без приглашения но с детьми зарецкий подарил маруси тронутую увяданием розу лернер дюжину шампанского владелец русской книги друкер том арабских непристойных сказок провай фотографию белоцерковского с автографом терпимость наше грозное оружие рубинчик преподнес ли мани ордер на загадочную сумму 38 долларов и 64 центов родственники фима с лорой вентилятор пивоваров целую телегу всякого добра из собственного магазина баранов еселевский и перцович сообща купили мусе новый телевизор лемку содарил ее своим благословением а мы с женой отделались банальной кофеваркой ждали рафф тот задерживался маруся объяснила он звонил сначала из манхэттена потом слонга аренда а полчаса назад с джексон хайтс кричал что скоро будет может деньги занимать поехал к родственникам видно ищет мне какой-нибудь особенный подарок только это все необязательно тут главное внимание решили подождать хотя аркаша лернер все глядел на заливное да и остальные проявляли легкую нервозность частности рубинчик говорила все-таки зимой кушается намного лучше летом тоже в общем кушается но похуже в ответ на это аркаша лернер хмуро произнес я полагаю глупо ждать зимы и осторожно взял маслину с блюда ну тогда садитесь пригласила муси гости шумом начали рассаживаться я поближе к вам мария федоровна сказал зарецкий а я поближе к семге отозвался верно прозвенел звонок маруся выбежала к лифту вскоре появился рафаэль вид у него был гордый и торжественный в руках он нес большой коричневый пакет в пакете что-то щелкало свистела и царапалась при этом доносились тягостные вздохи рафаэль дождался тишины и опрокинул содержимое пакета в кресло оттуда выпал с треском расправляя крылья большой зеленый попугай о господи сказал ему все это еще что такое рафа торжествующий обвел глазами публику его зовут лома я уплатил за него 300 долларов ты рада кошмар сказала муси а точнее 260 он стоил 300 но я купил его за 260 плюс такси лоло был ростом с курицу он был зеленый с рыжим хохолком оранжевыми пейсами черным ястребином клювом его семитский профиль выражал негодование склонив немного голову он двигался в развалку часто расправляя крылья с кресла он перешагнул на этажерку с этажерки на торшер оттуда тяжело перелетел на люстру с люстра на карниз затем вниз головой спустился по оконной шторе ступил на крышку телевизора присел на лакированные поверхности возникла убедительная кучка одарив нас таким сокровищем лоло хвостливо вскрикнул а потом затороторил с недовольным видом шить 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 фак 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 хороших над думать был руках сказала муся мне вот так владеть английским удивился другер попугай тем временем залез на стол прошелся вдоль закусок перепачкал лапы в майонезе цепку хватил за хвост сардину и опять взлетел на люстру муся обратилась к рафаэлю где же клетка денег не хватило виновата объяснил и рафаэль но он же будет всюду какать не исключено и даже вероятно подтвердил зарецкий что же делать рафа приставал к маруси ты не рада я я просто счастлива мне в жизни только этого не хватало мы общими усилиями загнали попугая в шкаф лоло был недоволен он бронился как советский не опохмелившийся разнорабочий царапал тонкую фанеру и долбил его могучим клевом а потом затих и кажется уснул шкаф был дешевый щели пропускали воздух завтра что-нибудь придумаем сказала муся и добавила но теперь к столу через минуту зазвенели рюмки чашки и стаканы и крылья еще укребется лернер громко крикнул днем рождения маруся от смущения произнесла вас также расходились мы около часу ночь шли и обсуждали мусины проблемы торецкий говорил здоровая простите баба не работает джерс каким-то дикобразом целый день свободно одевается в меха и замшу пьет стаканами никаких забот афганистане между прочим льются кровь а здесь рекой течет шампанское не палит дети голода здесь какой-то мерзкий попугай сардины живет где расправедливость тут я бестактно засмеялся циник выкрикнул зарецкий мне пришлось сказать ему есть кое-что повыше справедливости о сказал зарецкий это интересно говорите а с удовольствием послушаю внимание господа так что же выше справедливости и что угодно отвечать но если более конкретно если более конкретно милосердие я хочу домой настала осень наш район с трудом очнулся после долгого удушливого лета кондиционеры были выключены толстяки сменили отвратительные шорты на пристойные кремпленовые брюки женщины слегка прикрывшись обрели известную таинственность тяжелый запах дыма и бензина растворился в аромате подгнивающей листвы маруси я встречал довольно часто иногда мы заходили в бар маруси жаловалась ты себя не представляешь рафа и его лону просто близнецы в том смысле что ответственности 0 и лексикон примерно одинаковый он так и не работает лоло да не лоло а рафа муся засмеялась ты его должно быть с кем-то путаешь скорее уж я поверю что работает лоло хотя и это прямо скажем маловероятно марусь принесли коктейль джинс лимонадом мне двойную порцию столичной мы пересели за отдельный столик я спросил тогда на что вы существуете не знаю я в месяц проработала в одной конторе отвечала на звонки естественно хозяин начал приставать я говорю ему поехали в мотель все удовольствие 100 долларов а он я думал ты порядочная женщина а я ему тебе порядочное и за миллион не даст я перебил его маруська ты в своем уме ведь ты не проститутка что вообще за разговоры а что ты мне советуешь тарелки мыть в паршивом ресторане на программиста выучиться торговать орехами на 108 лучше и обратно попрошусь куда в москву и хоть бы и в москву а что особенно ведь не посадят же меня политики и отношения не имею а свобода нафиг не свобода я хочу покоя вообще зачем нужна свобода когда у меня есть папа ты даешь нормальный человек он и в москве свободен много ли ты видела нормальных их везде немного ты просто все забыла хамство ложь москве и на хамят такой по-русски это то и страшно в общем жизни нет нарав уполагаться глупо он такой сегодня на коленях ползает а завтра тут вдруг исчезнет где-то шляется неделю или две потом опять звонит и велся как-то раз снимает брюки а трусы в помаде я тебе клянусь почему его и ревновать то бесполезно не поймет в моральном обрушении лоло на этом фоне академик сахаров он хоть не шляется по бабам я спросил а лёва лёвка молодой еще по бабам шлятся я спросил как лёвушка на этом фоне а прекрасно у него как раз все замечательные с рафой отношения прекрасные и с попугаем когда тот в хорошем настроении как говорится родственные души я помахал рукой знакомому художнику его жена уставилась на мусю так как будто обнаружила меня в сомнительной компании теперь начнутся разговоры впрочем разговоры начались уже давно однако настроение испортилось я заплатил и мы ушли прошла неделя где-то я услышал что мусю ездил советское посольство просилась якобы домой сначала я конечно не поверил но слухи все усиливались обрастали всякими подробностями в частности рубинчик говорил ее делами занимается бали и встретись в посольстве я позвонил маруси спрашиваю что там происходит она мне говорит довольно странным тоном если хочешь встретимся где только не у магазина днепр мы встретились на остин стрит купили фунт черешин сели на траву на пресвятырианской церкви муся говорит если тебя со мной увидят будешь неприятности иметь том смысле что жена узнает не жена иммигрантская пардон общественность плевать ты что действительно была в посольстве ну была и что да ничего сказали нужно вам мария федоровна заслужить прощение чем все это кончилось ничем и что же будет дальше я не знаю я только знаю что хочу домой хочу чтобы обо мне заботились хочу туда где папа с мамой а здесь испанец попугай какая-то дурацкая свобода я может хочу дворнягу а не попугай дворняга говорю у тебя есть маруся замолчала отвернулся наступила тягостная пауза я говорю ты сердишься а что же мне сердиться встретить бы тебя пятнадцать лет назад я не такой уж старый даже на ребенок в общем ясно а просто так я не хочу и просто так и явить не согласен тем более хватит говорить на эту тему черешни были съедены а косточки мы бросили в траву чтобы прервать молчание я спросил ты хочешь рассказать мне о своих делах вот что я услышал в августе у мужчин началась депрессия причина как это обычно и бывает выглядели мелкими известно что по-настоящему страдают люди только от досадных мелочей соединилась все у лёвушки возникла аллергия к шоколаду рафаэль не появлялся с четверга волос ломал очередную клетку из тяжелой медной проволоки счет за телефон не был не оплачен тут как раз и появилось объявление в газетах все желающие могут посмотреть отечественный фильм даурия картина демонстрируется под эгидой нашей миссии вон свободный вход по слухам ожидается шампанское бутерброда ну все вдруг решила что пойдет а лёвушку оставит родственник зал был небольшой прохладный фильм особенного впечатления не произвел стрельбой и гонками американских зрителей не удивишь зато потом их угостили водкой из бутерброда слух относительно шампанского не подтвердился к мусе подошел довольно симпатичный тип лет сорока назвался логинов олег вадимович поговорили о кино затем о жизни вообще олег вадимович пожаловался на дороговизну сказал что качество в америке ужасно дорогая штука недавно говорит я предъявил своему боссу ультиматум платите больше или я уволюсь чем же это кончилось спросила мусе компромиссом зарплату он мне так и не прибавил зато я решил что не уволюсь мусе засмеялась олег вадимович казался ей веселым человеком она даже спросила почему среди людей гораздо больше мрачных чем веселых логинов ответил мрачным легче притворяться в том вдруг спрашивает а могу ли я задать вопрос что называется приватный то есть ну проще говоря не скромно как то случилось уважаемая мария федоровна что вы на западе по глупости ответила марусь папаша ваша солидная фигура мать ответственный работник сами вы неплохо зарабатывали алиментов извиняюсь выходила из-за месячных рублей по сто не в деньгах счастье полностью согласен в чем же от политики вы были далеки материального хватало жили беззаботно родственников захотелось повидать и таких доходах родственников можно было выписать из-за границы к нам не знаю дура я была опять же полностью согласен тем не менее какие ваши планы смысле как вы собираетесь жить дальше как-нибудь тут мы сейчас похватилась я америку не хаю мне здесь нравится еще бы поддержал товарищ логинов великая страна да мы то здесь чужие независимо от убеждений маруся вежливо кивнула ей понравилось рума 6 мы которым логинов объединил их иммигрантку с дипломат может я обратно попрошусь скажу простите меня дуру несознательно логинов подумал усмехнулся и сказал прощение мария федоровна надо заслужить марусь поднялась и отряхнула юбку сквинс бульвара доносился гул автомашин над крышами бледнело догорающее солнце в тень от пресвятерианских башен налетела мошкара я тоже встал так чем же это кончилось они мне позвонили кто они два типа из советского посольства я сказал идем расскажешь по дороге может выпьем кофе где-нибудь марусь рассердилась о киселя ты мне не хочешь предложить мы оказались в баре на семидесятый там грохотала музыка пришлось идти через дорогу к мексиканцам я спросил так что же было дальше муся попрощалась с логиновым в холле думала что он захочет проводить ее и даже приготовилась к не слишком энергичному отпору но олег вадимович сказал если хотите я вам позвоню возможно думала марусь он боится своего начальства или же меня не хочет подводить домой марусь ехала в сабвии целый час себя корила за ненужную пустую откровенность да и мысль о возвращении на родину казался теперь абсурдный вдруг посадят вдруг заставят каяться ругать америка которая здесь совершенно ни при чем прошло три дня марусь стал забывать про этот глупый разговор тем более что появился рафа как всегда довольно и счастливый он сказал что был в канаде исключительно по делу что недавно основал и разумеется возглавил корпорацию по сбору тишины чего спросила муся тишины ого сказала мусь это что-то новенькое рафаэль кричал я заработаю миллионы вот увидишь миллионы очень кстати тут как раз пришли счета послушай в чем моя идея в нашей жизни слишком много шума это вредно действует на психику от этого все люди стали нервными и злыми людям просто не хватает тишины так вот мы будем собирать ее хранить и продавать навес спросила муся почему навес кассетах и под номерами скажем тишина номер один рассвет в горах а тишина допустим номер пять любовная истома номер 9 тишина испорченной землечерпалки номер 40 тишина через минуту после авиационной катастрофы и так далее за телефон бы надо уплатить сказала муся рафа не дослушал и ушел за пивом тут ей позвонили низкий голос произнес мы из советского посольства пауза алё хотите с нами встретиться а где где угодно в самом людном месте ресторан шанхай на лексингтона 54 вас устраивает среду ровно в 3 а как я вас узнаю да никак мы сами вас узнаем нас олег вадимович проинформировал не беспокойтесь просьба не опаздывать учтите мы специально прилетим из вашингтона я приду сказала муся и подумала эти к тут кавалеры доллар на метро боятся израсходовать а эти специально прилетят из вашингтона мелочи приятно ровно в 3 она была на лексингтон в ресторана поджидали двое один довольно молодой в футболке а второй при галстуке и лет на десять старше он-то и представился балиев молодой сказал протягивая руку жора в ресторане было тесно хотя ланч давно закончился гудели кондиционеры молодая китаянка проводила их за столик у окна вручила каждому меню с драконами на фиолетовой обложке жора погрузился в чтение балиев равнодушно произнес мне как всегда марусь поспешила заявить я есть не буду дело ваше реагировал балиев жора возмутился обижаешь мать идешь на конфронтацию а значит создаешь очаг международной напряженности зачем давай поговорим побудем в деловой и конструктивной обстановке тут балиев с раздражением прикрикнул помолчите у маруси сразу возникло ощущение театра зрелище эстрадной пары жора был веселый разбитной и откровенный а балиев по контрасту хмурый строгий неразговорчивый при этом между ними ощущалась согласованность как в цирке жора говорил не падай духом мать все будет замечательно беднейшие слои помогут запад обречен балиев недовольно хмурился не знаю как тут быть мария федоровна решение в таких делах конечно принимаются москвой при этом многое естественно зависит и от наших так сказать рекомендаций китаянка принесла им чаю мелко кланяясь бесшумно удалилась жора вслед и крикнул побыстрее дорогуша выше ногу уже глаз болеешь наконец кивнул рассказываете что да все как есть а что рассказывать желая хорошо материальной вообще уехала по глупости хочу как говорится искупить вплоть до лишения свободы жора снова возмутился брось ты мать кого теперь сажают нынче чтобы сесть особые заслуги требуются тип шпионажа тут болеев строго уточнил бывают исключения для полицаев а мария федоровна просто несознательная в общем неохотно подтвердил болеев это так и все-таки прощение над заслужить а как на этот счет мы будем говорить в посольстве я должна приехать чем скорее тем лучше ждем вас каждый понедельник часу до шести записывайте адрес а теперь сказал ежора можно вас запечатлеть как говорится не для протокола он вынул из кармана фотоаппарат болеев чуть придвинулся к маруси официант с дымящимся подносом замер в нескольких шагах зачем вам фотография понадобилась думал маруся в качестве улики в доказательство успешно проведенной операции зачем ехать ли мне в это чертово посольство надо бы поехать просто ради интереса муся ехала амтраком 6 утра за окнами мелькали реки горы перелески все как будто нарисованы утренний пейзаж в оконной раме не природа думала маруся какая цивилизация затем она гуляла час по вашингтону ничего особенного если что и бросилась в глаза так это множество строительных лесов посольский особняк едва виднелся среди зелени казалось что ограда лишь поддерживает ветки против были крашеные толстые шипами муся постояла возле запертых дверей нажала кнопку вестибюль на противоположной стенке герб телеустройства ждите кресло стол журналы огонек знакомые портреты бархатные шторы холодильник ждать пришлось недолго вышли трое жора сам болиев и еще довольно гнусный тип в очках лицо как бельевая пуговица вспоминала муся далее минуты три бессмысленных формальности устали когда ехали хотите пепси колы после этого болиев ей сказал знакомьтесь кокарев гордей борисович мы так его и называем кгб добавил жора кокарев прервал его довольно строгим жестом я прошу внимание давайте подытожим факты некая мария татарович покидает родину затем мария татарович видителю просится обратно создается ощущение как будто родина для некоторых это переменная величина хочу уеду передумаю вернусь как будто дело происходит в гастрономии или же на рынке между тем совершено я извиняюсь гнусное предательство а значит надо искупить свою вину и уж затем гражданка татарович будет решено пускать ли вас обратно или не пускать но и тогда решение потребует учтите безграничного мягкосердечия а ведь из и у социалистического гуманизма есть пределы есть уверенно поддакнул жора наступила пауза гудели кондиционеры холодильник то и дело начинал вибрировать маруси неуверенно спросила что же мне посоветуете кокарев помедлила затем сказала вы мария федоровна напишите что статью заметку что-то в этом роде я о чем да обо всем детально изложите все как было как вы жили без заботы огорчений как на вас подействовали речи цахновицера и как потом вы совершили ложный шаг и как теперь раскаиваетесь ясно поделитесь мыслями откуда что откуда мысли мысли я подкинув ставил жора мысли не проблема согласился кокарев болеев неожиданно заметила одних есть мысли у других единомышленники хорошо сказала мусину положим я все это изложу и что же дальше дальше мы все это напечатаем ваш случай будет для кого-нибудь уроком кто же это напечатает спасибо муси кто угодно с нашей рекомендации да хоть литературная газета или new york times добавил жора эти писать то не умею как умеете ведь это не стихи здесь основной факт если надо мы подредактируем послушай мать кривлялся жора соглашайся не томи я прошу довлатова сказала музя кокарев переспросил кого вы что довлатова не знаете он пишет как тургенев даже лучше но если как тургенев этого вполне достаточно сказал болеев действуйте на под стол марусю кокарев попробую баре оставались мы какой-то пьяный с экстерьером задумчивая черная девица может чуть живая от наркотиков маруся вдруг сказала угости ее шампанским я спросил желаете шампанского девица удивленно посмотрела на меня ведь я был не один затем она решительно и грубо повернулась к нам спиной мой странный жест именно не понравился она же проверила на месте ли ее коричневая сумочка чего это она спросила муси ты не в ленинграде говорил мы вышли на сырую улицу под дождь авто на автомашины проносились мимо наподобие подводных лодок стало холодно такси мне удалось поймать лишь возле синагоги дряхлый чакер был наполнен запахом сырой одежды я спросил ты что действительно решила ехать я бы не задумываясь села и поехала только сразу же без всяких этих дурацких разговоров как насчет статьи естественно никак я матери пишу раз в год и то с ошибками вот если бы ты мне помог еще чего зачем мне лишняя ответственность а вдруг тебя посадят ну и пусть сказала муси и придвинулась ко мне я говорю руки между прочим убери подумаешь такси любовью заниматься это извинение для меня тем более вмешался наш шофер что я секу по-русски господи какие все сознательные закричала муся отодвинувшись и тут я замечаю на коленях у шофера русскую газету механически читаю заголовки подожжен ливийский танкер встреча шульца с лидерами антисандинистов на чемпионате мира по футболу предстоящие гастроли бронислава разудалова не может быть еще раз перечитываю гастроли бронислава разудалова нью-йорк чикаго филадельфия детройт сопровождение ансамбля я сказал шоферу дайте как газету на минуточку марусь спрашивает что там покушение на рейгана война с большевиками на говорю читай о господи я слышу этого мне только не хватало операция песня гастроли разудалова должны были продлиться три недели начинались они в бруклине 16 далее шел квинс затем по расписанию чикаго филадельфия детройт и кажется торонто на афишах было выведено песня остается с человеком ниже красовалась фотография мужчины в бархатном зеленом пиджаке он был похож на страшно истаскавшегося юношу такие лица наглые беспечные решительные запомнились мне у послевоенных второгодников мужчина был запечатлен на фоне колосящейся пшеницы или ржи а может быть овса афиш у нас в районе появилось множество в одном лишь магазине зямы пивоварова их было целых три у кассы на дверях и под часами весь район наш был заинтригован все прекрасно знали что у муси сын от разудалова что муся бывшая жена приезжей знаменитости что встреча разудалова и муси будет полный драматизма он певец лауреат звезда советского искусства член цк она безнравственная женщина на в элфире захочет ли партийный разудалов встретиться с марусей бывает ли у нас в районе как на все это посмотрит арфаэль короче все мы ожидали драматических событий и они как говорится не замедлили последовать газета напечатала статью под заголовком диверсанту микрофона зудалова в статье именовали например кремлевским жаворонком а его гастроли политическим десантом автор между прочим восклицал о чем поет заезжий гастролер товарищ разудалов о трагедии еврейского народа о томящийся в узилище ирине ратушинской а загубленной большевиками экономики а может о карательной психиатрии нет он слагает другие гимны о труде на благо родины о пресловутой дружбе о так называемой любви и дирижирует всем этим комитет госбезопасности зачем нам гастролер с лубянки кто за всем этим стоит каким послужит целям заработанная им валюта и тому подобное статейка вызвала довольно много шума каждый день печатались все новые материалы целая дискуссия возникла в ней участвовали самые значительные люди эмиграции одни сурово требовали бойкотировать концерты у других сквозила мысль зачем кто хочет пусть идет едим же мы советскую икру читаем ведь распутина с беловым самым грозным оказался публицист натан зарецкий у него была идея разудалова похитить чтобы в дальнейшем обменять его на сахарова или ратушинскую зарецкого поддерживали ястребы которых оказалось большинство ходили случаи что в концертный зал подложат бомбу что у входа будут якобы дежурить патрули что наиболее активных зрителей лишат восьмой программы и фут стемпов что организатора гастролей депортируют и прочее я позвонил маруся ты идешь куда на вечер разудалов пойду на зло всем этим чокнутым борцам за демократию а ты я и в союзе был кастраде равнодушен муся говорит подумаешь как будто ты из филармонии не вылезал потом она рассказывала мне концерт прошел нормально хулиганов было трое или четверо зарецкий нес таинственный плакат освободите циммермана на вопрос кто этот самый циммерман зарецкий отвечал сидит за изнасилование в москве нет в городской тюрьме под хардфордом из зала разудалову кричали почему не эмигрируешь в израиль разудалов отвечал я братцы не еврей за что поверьте дико извиняюсь сам он постарел рассказывала муся однако голос у него пока довольно звонкий песенки все те же он любит ее она любит его и оба любят русскую природу а потом ему вопросы задавали и не только о политике один к примеру спрашивает есть ли жизнь на марсе бронька отвечает да навалом значит есть и люди вроде нас конечно а тогда чего они нам голову морочит вдруг опустится тарелка шороху наделает и поминай как звали почему они контактов избегают бронька говорит да потому что шибко умный в конце он декламировал стихи рассказывала муся говорит что собственный ах есть у маши настроение постигнуть машиностроение ах есть у саши настроение постигнуть машиностроение короче говорила мусе все прошло нормально хлопали вопросы задавали скоро ли в россии коммунизм построит бронька отвечал не будем чересчур спешить давайте разберемся с тем пардон что есть ну и так далее маруся замолчала я спросил ты видела его встречалась с ним да видела и что да ничего так собственно чего бы я хотел действительно чего бы я хотел концерт закончился в 12 мусе с левой подошли к эстраде рафаэль повел себя на удивление корректно побежал за выбивкой толпа не расходилась разудалов выходил на сцену кланялся и пятясь удалялся он устал лицо его тонуло в белой пене хризантемы гладиолусов а зрители все хлопали и мало этого кричали бис взволнованный певец утратил бдительность он спел я пить желаю губ твоих нектар хоть эта песня была запрещена цензурой какая-то антисоветская с формулировкой пошлость муся не дослушала протиснулась вперед над головой она держала сложенную в четверо записку хочешь меня видеть позвони мария дальше телефон и адрес у себя видела как разудалов подхватил записку на лету движение напоминала жест официанта прячущего чаевые жаль только лица марусинова он не разглядел на этом выступление закончилось но муся уже вышла с лёвушкой под дождь увидела что рафаэль сидит в машине села рядом рафа говорит я ждал тебя чуть не плакал вот еще я думал ты уедешь с этим русским с кем же я оставлю попугая он так замечательно поет ло-ло да не ло-ло этот русский тип он мог бы заменить тут леннона и даже пресли да конечно мог бы если бы он умер вместо них тут появился разудалов с оркестрантами их поджидало два автомобиля синий лимузин и голубой микроавтобус разудалов выглядел смущенным озабоченным марусип казалось он кого-то ищет что-то отвечает не в попад своим поклонникам а может быть ребятам из посольства вдруг она даже подумала не жор ли сидит там за рулем микроавтобуса разумно ли бросаться ей при всех к советскому артисту да еще с ребенком незачем компрометировать его захочет позвонит маруся обратилась к сыну посмотрела этого задумчивого дяденьку с цветами знаешь кто это такой ответа не последовало мальчик спал уткнувшись в поясницу рафаэля чакарильо гонзалеса поехали домой сказала маруся зудалов позвонил в час ночи из гостиницы сначала повторил раз двадцать маша 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 лишь потом заговорил дрожащим тихим голосом не тем что пел с эстрады нас предупредили есть такое соглашение что всех невозвращенцев будут отправлять домой маруся удивилась разве ты не возвращенец боже упаси перебывался разудалов я же член цк ну как ты так да все нормально лёвушка здоров наступила маленькая пауза уже через секунду разудалов говорил ах лёва помню мальчик сын конечно помню рыженький такой ну как он все нормально в школу ходит да конечно ходит в детский сад прекрасно ну а ты что я ты как по-разному не вышла замуж нет родители здоровы это тебе лучше знать когда конечно вроде бы здоровы почему бы нет особенно папаша я года полтора не видел я примерно столько же а ты как я да ничего пою лауреат всего на свете язву приобрел зачем она тебе понадобилась как это да я шучу ты не женился нет шузы гименея извини не для меня тем более что всех интересует лишь моя сберкнижка кстати что там с алиментами да ладно с похватился то лучше скажи мы встретимся и снова наступила пауза проснулся рафа деликатно поспешил в уборную разудалов все молчал затем уныло произнес я в общем то не против знаешь что тут есть кафе в отеле рома называется марияс это значит у марии у маруси потрясающее совпадение ты приезжай сюда к 11 завтра я тут сяду окна вы пройдете мимо господи подумала маруси лауреат заслуженный артист к тому же член всего на свете сына повидать боится это ж надо ладно согласилась мусе я приеду угол тридцать пятый и седьмой в 11 договорились слушай но я синий бант надену чтоб ты меня узнал договорились что да я тебя отлично помню пошутить нельзя учти я тоже изменился то есть зубы вставил полдень в центре города горланище пестрая толпа водовороты у дверей кафе и магазинов резкие гудки назойливые крики торгашей и зазывал дым от жарован запах карамели угол тридцать пятый и седьмой брезентовый навес распахнутые окна кафетерия при маленькой гостинице бумажные салфетки чуть трепещут на ветру за столиком мужчина лет пятидесяти тщательно отглаженные брюки портсигар с изображением кремля обшитая стеклярусом рубашка купленная на диленси низкие сидящие бакенбарды он заказывает кофе нерешительно отодвигает в сторону меню валюту надо экономить папиросы у него советские мужчине приближается девица в униформе извините здесь нельзя курить траву полиция кругом не понимаю здесь нельзя курить траву вы понимаете траву мужчина не силен в английском тем не менее он понимает что курить запрещено при том что окружающие курят и мужчина не задумываясь тушит папиросу негр в щегольской одежде гангстера или чечетышника дружески ему подмигивает ты мол не рабей марихуана двигатель прогресса разудалов улыбается и поднимает чашку на лицо единство мирового пролетариата стрелка приближается к 11 за стеклом универмага гимбл с женщина в нарядном белом платье рядом мальчик скруглившийся щекой внутри угадывается конфета он твердит ну мам ну пошли я пить хочу ну мам ну пошли маруся видит разудалова и думает без злобы горе ты мое зачем все это надо ты же ископаемая это еще и бесполезная маруся с лёвушкой решительно проходят вдоль окна их будущее там за поворотом в равнодушной суете нью-йоркских улиц прошлое глядит им вслед расплачиваясь официанткой прошлое застыло в нерешительности хочет их догнать шагает двери топчется на месте есть и некто третий в этой драме за маруся и крадучись упорно следует не выспавшийся рафаэль ночной звонок смутиловую растревожил он боится что проклятый русский украдет его любовь он выследил маруся ехал с ней в метро закрывшись таймсом прятался за кузовом грузовика теперь он следует за ней упругим шагом мстителя хозяина ревнивца черные очки его хранят весь жар манхэттенского полдня шляпа тверже раскаленной крыши терракотовые скулы неподвижны как борта автомашин вот рафаэль идет под окнами кафе встречается глазами с разудаловым и думает при этом революция покончит навсегда с врачами адвокатами и знаменитостями разудалов в свою очередь беззвучно произносит но и рожа добавляя про себя оскал капитализма муся с лёвушкой прошли вдоль овощного ряда чуть замедлили шаги у магазина стейшнери повернули к станции метро за мусей с неотступностью кошмара двигался безумный рафаэль очки и шляпа придавали ему вид кино злодея локти утюгами раздвигали шумную толпу в нем сочетались хладнокровие кинжала и горячность пистолета лёвушка тем временем остановился у киоска с надписью мороженое нет сказала муся хватит мама хватит говорю ведь ты же утром ел мороженое лёвушка сказала но растаял давно маруся потянула сына за руку тот с недовольным видом упирался вдруг над головами убедительно и строго прозвучало стоп мария успокойся лёва вытри слезы я плачу и рафаэль а это был конечно он небрежным жестом вытащил стодолларовую бумажку через две минуты он уже кричал такси такси ловите попугая прошло около года в польше разгромили солидарность в южной африке был съеден шведский дипломат иен торнхольм на филиппинах кто-то застрелил руководителя партийной оппозиции под мелитополем разбился ту-129 мужа джеральдин феррару обвинили в качестве а у нас в районе жизнь текла спокойно фима с лорой ездили в бразилию сказали не понравилось хозяин фото отелье и всей рубинчик вместо новой техники купил ордель терьера лемку сголосуя на собрание баптистов вывихнул плечо натан зарецкий гневно осудил в печати местный климат телепередачи дан короссы и администрацию сабвея зяма пивоваров в магазине днепр установил кофейный агрегат аркадий лернер приобрел на гараж сейли на гараж сейли за 3 доллара железный вентилятор оказавшийся утраченным шедевром модерниста кирико ефим друкер переименовал свое издательство в невидимую книгу караваев написал статью в защиту террориста и грабителя буэнди лишенного автомобильных прав баранов еселевский перцович обменяли ланчонок на рыболовный катер муся не звонила с октября ходили случаи что она работает в каком-то непотребном заведении мол чуть ли не снимается в порнографическом кино я раз-два звонил на безуспешно телефон за неуплату отключили странно думал я как могут сочетаться порнография и бедность говорили что у муси не считая рафаэля 5 любовников один из них полковник кгб что тоже вызывало у меня известные сомнения без телефона я считал подобный образ жизни невозможен говорили что маруся возвращается на родину и более того она давно москве и уже допрашивают на лубянке характерно что при этом наши женщины сердились говорили да кому она нужна так словно оказаться на лубянке было честью говорили и про рафаэля например что он торгует героином и марихуаной что за ним который год охотится полиция что рафаэль одновременно мелкий хулиган и крупный гангстер и что кончит он в тюрьме то есть опять же на лубянке правда местного значения допустим в алька трассе или как у них тут называется мои дела в ту пору шли неплохо вышла зона на английском языке на радио свободу увеличилось число моих еженедельных передач разбитый крайслер я сменил на более приличную импалу стал задумываться о покупке дачи и так далее чужое неблагополучие меня конечно беспокоило однако в меньшей степени чем раньше так она с людьми происходит я все чаще повторял достойный человек в мои года принадлежит не обществу а богу и семье и тут звонит маруся счет за телефон как видно оплатила катастрофа что случилось все пропало этого я не переживу в чем дело рафа левушка скажи мне что произошло она заплакала я совсем перепугался муська говорю и успокойся что такое все на свете поправимо она рыдает и не может говорить хотя такие как маруся плачут раз в сто лет и то притворно наконец сквозь плач донесся возглас безграничного отчаяния лоло о боже что с ним муся четко и раздельно преодолевая немоту свершившегося горя улетел как выяснилось мерзкий попугай сломал очередную клетку опрокинул вазу с гладиолусами в спальне разбросал марусину косметику на кухне съел ванильное печенье под конец наведался в сортир где увидел раскрытое окно и был таков что им руководила ощущение вины любовь к свободе жажда приключений неизвестно я стал утешать марусю говорю послушай он вернется есть захочет и придет вернее прилетит маруся снова плачет ни за что лоло ужасно гордый я его недавно стукнула газеты и затем он был единственным мужчиной форест хиллс нет у меня ближе человека плачет и рыдает видно так уж получилось чаша мусиного горя переполнилась в ло явился тут что называется последний капли все нормально я такие вещи знаю по себе бывает жизнь не ладится долги коростом многодневного похмелья страх и ужас творческий застой очередная рукопись в издательстве лежит который год дурацкие рецензии в журналах зубы явно требуют ремонта дочки не здоровятся жена грозит разводом лучший друг в тюрьме короче все не так и вдруг заклинит скажем молнию на брюках или же к примеру раздражение на морде от бритья и ты всерьез уверен если бы не это пакостная молния если бы не эти отвратительные пятна жил бы я и радовался ладно муся все кричит будь проклята россия эмиграция америка откуда ты звонишь из дома заходи не надо лёвушку кормить и рафа должен появиться что я им скажу о господи ну что я им скажу и мусе снова зарыдала а дальнейший ход событий был таков 6 явился раф он спросил в чем дело муся еле слышно выговорила лоло и рафа сразу вышел обронив единственное слово жди 6.30 он был на джамайке там где брат его рауль владел кар сервисом зигзаг удачи молодой диспетчер сообщил что брата нет что он поехал к своему дантисту будет завтра утром рафаэль сказал как жаль затем добавил станька молодой диспетчер с удивлением приподнял брови встань повысил голос рафаэль и оттолкнув диспетчера склонился над мигающими лампочками пульта микрофон в его руке напоминал фужер причем фужер с каким-то дьявольским целительным напитком медленно отчетливо и внятно рафа произнес внимание 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 затем он выждал паузу и начал братья и через секунду слушайте меня у микрофона рафаэль хосе белинда чикоридлио гонзалес голосе его теперь звучали межпланетные космические ноты все кто на трассе все кто на трассе все кто на трассе с пассажиром или без хорошей выручкой или пустым карманом с печалью в сердце или радостной улыбкой на лице к вам обращаюсь я друзья мои все шире разносился его голос над холмами разрывными пулями неслись в эфир слова исчез зеленый попугай ловите попугая отзывается на кличке старый джопа пос мюдилло и засранец рафаэль упорно и настойчиво твердил исчез зеленый попугай ловите попугая что-то странное происходило в нашем замечательном районе вдоль по улицам неслись десятка три автомашин с зажженными мерцающими фарами сирены выли не переставая рафаэль склонившийся над пультом черпал информацию алло я 38 2 11 сворачиваю на continental вижу под углом три четверти зеленый неопознанный объект простите босс но это светофор хай я лу рамирес следую по 64 к александерсу в квадрате 01 зеленая стремительная птица вышел на преследование загоняю о карамба это боин калиталия эй босс я фредди аламу 12 46 иду по еллоустоунг джуэл авеню преследую двух чудных филиппинок жду вас босс что попугай тогда меняю курс на запад час спустя все магистрали форест хиллса были полностью охвачены дозорами отчеты поступали беспрерывно босс она зеленая и лает думаю что это крашеная такса босс я задержал его и посадил в багажник крупный говорящий попугай конкретно говорит что он маргулис босс как насчет павлина что откуда я звоню из зоосекшен в медал парке слухи у нас распространяются быстро к девяти часам на трассу выехали баранов еселевский и перцович следом поспешил евсей рубинчик волс мобили пиловаров на своем рефрижератор траки аркаша лернер на зеленой вольве лемкус на разбитом мотоцикле харли дэвидсон который выдала ему а баптистская община караваев и зарецкий выставили пешие дозоры публицист зарецкий нес огромный транспарант ловите попугая и эфима друкера а на вопрос при чем здесь друкер разъяснял он должен был издать мою работу секс при тоталитаризме вот уже три года я пытаюсь изловить его занятно что ефим г друкер тоже патрулировал одну из магистралей но вдали от караваева за зарецким рев стоял над форест хиллсом ловите попугая ловите попугая ловите попугая тем временем маруся накормила лёвушку включила телевизор разодетый и похожий на хорошенькую барышню майкл джексон тонким голосом выкрикивал я лечу сквозь тучи я мчусь сквозь годы что может быть лучше дурной погоды с улицы долетали крики латиноамериканских мальчишек лёвушка стоял перед зеркалом в марусиных пляжных очках на кухне потрескивал тостер из уборной доносился запах водорослей муся вынула из холодильника бутылку рома и подумала напьюсь и буду плакать до утра а потом засну в чулках напьюсь сказала вслух маруся жизнь кончена вдруг чей-то голос повелительные строго молвил жить маруся огляделась никого все тот же голос еще строже и решительней добавил факт маруся поднялась из-за стола и снова жить и через две секунды факт и наконец скороговоркой шить 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 фак 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 фактически фак 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 ло-ло воскликнула маруся бросившись к окну откинула портьеру он стоял на подоконнике зеленый с рыжим хохолком оранжевыми бакенбардами черным ястребиным клювом боевой семитский профиль выражал раскаяние и нежность хвост был наполовину выдран прозвенел звонок маруся подбежала к телефону рафа подозрительно спросил ты не одна я не одна воскликнула маруся приезжай но только приезжай скорее happy end к дому муси татарович подъезжали вереницы легковых автомашин приятно щелкали замки вместительных багажников оттуда извлекались свертки ящики корзина в разноцветной упаковке перевязанные лентами баранов еселевский и перцович не снимая ярких галстуков орудовали дружно молотками собирали на широком тротуаре привезенную частями белую двуспальную кровать и всей рубинчик нес шатаясь клетку из сварного чугуна она предназначалась для волос хотя в ней мог бы уместиться рафаэль аркаша лернар шел к маруси налегке он ей принес билет нью-йоркской лотереи купленный за доллар а разыгрывалась в этот день 4 миллиона с небольшим владелец магазина днепр фантазии не обладал он снова прикатил маруси целую телегу всяческих деликатесов но сама телега в этот раз была из мельхиора друкер ограничился 118 томами мировой библиотеки приключений фантастики григорий ленкус вынул из багажника квадратный полированный футляр в нем помещалась кипарисовая лютня с инкрустациями ленкус пояснил вручая мусе инструмент облагораживает душу чек он сохранил загадочно при этом высказавшись такс дедактебл всех удивил правозащитник караваев он явился не опохмелившийся и мрачный захотел устроить в честь маруси татарович небольшое личное самосожжение буквально возле мусиного лифта караваева успели потушить французским бренде люамель зеленый синтетический пиджак его как выяснилось было гнеупорным караваев понемногу успокоился и вежливо спросил нельзя ли потушить меня внутри ему был выдан дополнительный стакан того же люамеля всех растрогал публицист натан зарецкий подарил маруси ценный уникальный сувенир а именно конспиративную записку диссидента шафаревича написанную собственной рукой она гласила вряд ли и размашистая подпись шафаревич 21 апреля 67 года около семи к марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин оттуда шумом вылезли 14 испанцев по фамилии гонзалес это были теофилио гонзалес хорхе гонзалес джессика гонзалес крис гонзалес п.h.r гонзалес лоссарилио гонзалес марио марио гонзалес филуменио гонзалес ник гонзалес и рауль гонзалес и так далее был даже среди них арон гонзалес этого не избежать как выяснилось лимузин был их подарком жениху невесте же предназначалась серенада стол был накрыт бутылки изготовились к атаке орхидеи гладиолус и тюльпаны завороженно роняли лепестки фаянсовое блюдо с неразрезанной индейкой рафаэль был в смокинге невеста в белом платье с кружевами и все гости улыбались его лони скверно словил и у левушки привычно ощущалось неизменная конфета за щекой и музыка наигрывала и все кого-то ждали я честно говоря догадываюсь в общем таково живого автора и тут явились мы с женой и дочкой и маруся вдруг заплакала и долго вытирала слезы кружевами тут я умолкаю потому что хорошим говорить не в состоянии потому что нам бы только обнаруживать везде смешное унизительное глупое и жалкое злословить и ругаться это грех короче умолкаю письмо живого автора марии татарович вместо эпилога муся ты довольно часто спрашивала уж не импотент ли я увы пока что нет а а если да то этот факт как минимум заслуживает комментариев позволь тебе сказать что импотенцию мою зовут елена ника мама в общем ясно да я связан но куда серьезней то что я люблю маневеи депуты цепи хомуты оглобли и лишь поры всей душой ты персонаж я автор ты моя причуда все что слышишь я произношу все что случилось мною пережит я мстительный приниженный бездарный злой какой угодно автор те кого я знал живут во мне они моя неврастения злость оплом беспечности так далее и самая кровавая война бой призраков я автор вы мои герои и живых я не любил вас так сильно веришь ли я иногда почти кричу о господи какая честь какая незаслуженная милость я знаю русский алфавит короче мы в расчете дай вам бог удач и так далее а если бога нет придется мусе действовать самой на этом ставим точку .